Дорогие друзья, да, я по привычке Прошу прощения, надо было договориться В общем, дорогие друзья, вернулись мы Игорь Хеликс-Мещеряков, Дмитрий Хищерныш Вы, в принципе, видите на своих экранах Кто для вас сейчас комментирует А у нас второй полуфинал Mandatory GG Cup Последняя игра на сегодня Дальше мы уже увидимся с вами В завтрашнем игровом дне И будет Best of 5 и Гранд Финал Да, и, собственно, сейчас мы будем наблюдать За противостоянием команд Bonk И Ninjas and Jumps Или сокращено NIP Как их я и буду в последующем называть Ну и должен знать, что NIP Это довольно легендарная команда Все-таки это мультигейминг-тим И зачастую они очень И очень хорошие результаты показывали В других дисциплинах И будет очень-очень интересно За ними пронаблюдать в Valorant Именно в формате полуфинала Поскольку уже они показали Хорошие результаты на предыдущих Играх И вот посмотрим, как они справятся С коллективом Bonk Ну, кстати говоря, как и G2 Вот, наверное, две единственные Такие большие мультигейминговые Организации Которые подписали составы По Valorant Пока что в Европе Не знаю, можно ли сказать, что Force Ну, Force, наверное, совсем Не того уровня организация Хотя для СНГ крупная Тем не менее На данном турнире, наверное, да Это вот два главных гиганта И, кстати говоря, два главных фаворита На победу лично для меня Особенно после того, как Fish 1-2-3 вылетели Сейчас НИПы Довольно уверенно идут по сетке Хотя вот четвертьфинальная игра У них была очень сложная Там были две близкие карты Третья тоже не без сопротивления От команды Those Guys Польский коллектив Ну и надеемся, что Полуфинальный матч Окажется не менее интересным Да, все-таки Будет и очень, и очень Интересно Посмотреть, как они здесь Спрайс Вот нам показываются Ранги игроков команды Bong Как мы видим, все они Радианты Ну, одно и не мудрено Там Других результатов Ожидать и не стоило А вот Сейчас нам показываются Ранги команды НИП Ну, Радианты Все точно так же Другого и не ожидалось Собственно И как мы видим Коллектив у нас Как минимум В числовых показателях В ранных условиях Но вот Именно В факторе сыгранности Мне кажется Все-таки НИП Немножечко повыше Коллектива Bong А вот здесь На самом деле Спорно Потому что Bong Существуют довольно давно И сыграли не один турнир Таким составом А вот НИП Именно вот этой пятеркой Пока что Отыграли только Vplay Invitational Там у них по-моему Третье, четвертое место Тем не менее Сейчас команды Выглядят Вот в мировом топе Примерно На одном уровне НИПы занимают Пятое место По версии Valorant GG А Bong Шестое Отстают от них Буквально на несколько очков Интересно посмотреть Конечно Статистику ребят По картам Но с другой стороны Касательно НИПов Они так часто Меняли состав Что Учитывать всю их статистику Наверное Было бы Неразумно Да, все-таки Из-за частой смены Игроков Полноценно Оценить силу Коллектива Довольно тяжело Но и частые Замены Зачастую Вредят Коллективу Но иногда И случается так Что Скажем так Свежая кровь Привносит Необходимую Силу Коллективу И вот сейчас Мы будем Назвладать За Мап Пиком И посмотрим Да, и у нас Улетает Плит в бан От команды Бонг Что Конечно Довольно Трагично Первая карта У нас Будет Хэйвен Что Очень Очень Интересно Все-таки Хэйвен Это не бинт У меня На бинт Личная неприязнь Но Все-таки Придется И за ним Пронаблюдать Также Итак Кстати говоря Что касается Хэйвена У Бонг По крайней мере Из тех Игр В которых Ведется Статистика 8 игр На Хэйвене И По итогам Этих 8 игр У них 63% Винрейт 5 побед И 3 поражения Что касается Нипов На Хэйвене У них В принципе Насколько я знаю Не самые лучшие Показатели Тоже Для них Эта карта Зачастую Бывает Камнем Преткновения Но сейчас Поточнее Все равно Посмотрю Да Хэйвен 58% Все равно Похуже У команды Нинджас И пиджамас Чем у команды Бонг Тем не менее У них игр больше Напоминаю У Бонг 8 игр У команды 12 игр 7 побед 5 поражений Да Но все-таки Хотелось бы заметить То что Вот эта Разница в играх Она Не слишком велика И Опираться на статистику За такое Мало количество Игр Довольно Не Скажем так Ну Не то что нелогично Скажем так Опираться на данные Цифровые показатели Будет Крайне Опрометчивым Решением Конечно Но я просто Скорее озвучиваю То что мы имеем Разумеется Делать какие-то Из этого выводы Совсем не имеет смысла И на самом деле Мы это уже на этом Турнире наблюдали Когда Форс С каким-то там Смешным Винрейтом На Хэйвен Выносит команду Started from CS Там Играл Хэппи Играли многие другие Французские игроки Сильные В общем Да В любом случае Хотя бы что-то Хотя бы какую-то Статистику Которая у нас есть Я думаю Озвучить можно Какое-то представление О том Как команда Отыгрывает Те или иные Карты Это все равно Дает Ну В любом случае Менее интересно Смотреть не станет Интрига Сохраняется Опять же Исходя из этой статистики Можно сказать Что команды В принципе Одинаково Комфортно Или наоборот Некомфортно Будут чувствовать себя На Хэйвене Другое дело Как они покажут себя Друг против друга По-моему Они еще в рамках Ни одного турнира Не встречались Да И все-таки Это будет Первая полноценная встреча Двух данных коллективов И как нам уже Говорилось Что находятся Они В довольно близких Позициях По рейтингам Пятое и шестое место Поэтому Игра будет Крайне равной И крайне интересно Будет пронаблюдать За противостоянием Именно на Хэйвене Так Ну И тем временем По составу У нас В команде НИП играет Три игрока Из бывшего Микса Хип-хип-хип Соответственно Фирот Хип и Креа Это команда Из топ-5 Европы Бывшая И Лакер и Райм Это постоянные Члены команды НИП Как я уже говорил Фирот Хип и Креа Это французские игроки Лакер Немец И Райм Игрок из Боснии Герцеговины Что касается Дримчей Ой прошу прощения Бонг Это практически полностью Шведский коллектив Не считая только Салах Который у нас Является представителем Турции Но он у них Вообще Котч Какая разница Правильно Да собственно Здесь это Никакой роли Не играет И как мы видим НИПы у нас Начинают за защиту Бонг Начинают у нас В атаке И как мы видим Да у нас уже Хаманда Бонг Выкидывает Спайк Под Лонг Си И будут Видимо Пытаться сыграть Сплитом На Б У нас отыгрывает Будет Один люрк На Асайде Сайфер Ну все Довольно Классическим Образом будет разыграно Да и как мы видим Пока что У нас будет Довольно медленно Развиваться Атака Уже конечно Есть у нас Подходы Под С Лонг И глубоко Уже прошел У нас есть Минус у нас По Крия Отвечает конечно Ответным фрагом По Зизу И Неприятная ситуация Для команды НИП уже развивается Ситуация у них 2 4 Ну и уже Даже 1 В 4 И конечно НИПы как-то Не слишком Уверенно Показали И Арон Прекрасно Отыграл Люрком Под Асайдом Просто На корню Перерезал Вот эту Перетяжку Команды НИП И открывает Данную Игру Команда Бонг Победы В пистолетном Раунде Что же Дальше Вполне Будет Ожидаемо Если они Возьмут Еще Раунд За собой Тем не менее НИПы В принципе Мне кажется Достаточно Опытный Дисциплинированный Коллектив Чтоб не идти На какие-то Опрометчивые Мувы В Эко Раунде И отыгрывать И выжимать Из него По максимуму Поэтому При том Что Бонг Сейчас Делают Закономерный Полубай На второй Раунд Я думаю Что НИПы Вполне Имеют Шансы Опять же При должной Разумной Игре Забирать Эко Итак Сейчас Видно Что команда Бонг Открывается Через Лонг На Пойнтиси Там На Пойнтиси Вчетвером Ребята Из команды НИП готовы Их принимать И здесь Интересно Конечно Что это принесет Первый фраг Уже для команды Бонг Неплохо Работает С Бульдогом На Сясине Пока что Отгораживаются Смоками Ребята Из команды Атакующих И да Из команды Обороняющихся Тут Симметричные Смоки Прилетели Но вот ребята Из Бонг Уже Решили Что перетянутся С Сеплента Да И должен заметить Что все таки Бонг Здесь играет Полноценный Форс Бай Акцентирую Это внимание Потому что Как мы видим У нас Аарон Делает бай Под ноль Как и все Его тиммейты И конечно Форс На втором раунде Это не то Что мы привыкли Видеть В таком Академическом Валоранте И конечно Сейв Сейчас подставится Конечно Видел он Угрока Команды Обороннаходящуюся В бэксайде Шопболт Откинули И распикали Все таки Его Выбили Вот этот Девайс Что крайне И крайне Неприятно Но в это время Вся остальная Команда Бонг В составе Из четырех Игроков Залетает Уже на Асайд Станавливается У нас Спайк Под Шорт Я так Подозреваю Все таки Не очень понятно Куда он был Поставлен Да Ну под Шорт Лон Дефолтную Точку Установки Спайка Как-то подловить Аппаратов На перетяжке Но команда Нип Уходит В закрытую Под КТ Спаун И будут Ждать Отход Команды Бонг Ну это Счет 2-0 Конечно Но вот Команда Бонг Своим форсом Могут Обжечься На следующем Раунде И будет Полноценная Оружейка У Нипов И вот там Их перестрелять Будет Очень-очень Тяжело Забавная Физика У нас Кстати У Разведболта Должен Смутило Я думал Мало ли Слоумов Включили В общем Интересно Насколько Оправданно Сейчас Для Нипов Было Оставаться В сейве А ну У них Какие-то Минимальные Девайсы Были Возможно Да Возможно Имело Смысл Хотя Нет Вот Они Сейвили Только Спектр От Крея И Может Имело Смысл Еще Повыбивать Пушки В принципе Они Были Втроем Они Могли Еще Существенный Вред Ну Какой-то Вред Экономике Оппонентов Нанести При том Что Ребята Из Бонг Делали Форс И Для них Это Было Было Для них Это Реально Бы Почувствовалось Если Они Потеряли Девайсы А Ребята Из Команды Нип Вообще Практически Денег Не потратили При этом Все равно Решили Остаться Засейвить Хотя бы То Что Имели И Сейчас У Нипов Должен Полноценный Закуп У Бонг Неприятный Сложный Раунд Намечается Тем не менее Здесь Видно Что Феникс Команды Бонг Уже Довольно Агрессивно Заходит Через С Однако Понимает Что Наверное Дальше Лучше Не Заходить Минимальная Информация Собрана И Игрок Отступил Обратно За Смой Да Все-таки Здесь Команда Бонг Понимает Что Надо Играть Им Более Подставляется Под спрей Раймом И Команда Бонг Будет Атаковать Четвером И Как мы Видим Ребята У нас Сейчас Будут Просто На ноге Залетать На Б Сайт Конечно Там Лежат Смоки Но Заходит И Есть Уже Хайп Здесь Люкер Находится Рядом И Принимает Он Здесь Аэродом И Дает Еще Один Минус И Триплкил Уже Здесь Дает На Распрыжки Понимает Где Находится Ласт И Минус Четыре Прекрасная Игра Опорника Б Сайда Лучше Игры Ожидать Здесь И Не Было Возможности И Как Раз Бонг Здесь Немножечко Обожглись Потому Что Денег У Них На Бай Ну Все Так Хватает Здесь Но Конечно Тот Форс Был Очень И Очень Прометчив Если Они Потеряли Больше Девайсов На Предыдущем Уже На Позапрошлом Раунде Они Могли Бы Еще Сильнее Обжечь Здесь Но Нипы Забирают Полноценную Оружейку И Сейчас У нас Будет Четвертый Полноценный Оружейный Раунд С обеих Сторон А слушай Не ошибка Ли Это Нипов То Что Сейчас У Бонг Есть Закуп Вот То Что Они Не Пошли Не Допушили На Том Эка Раунде Для Себя Не Повыбивали Сколько Это Девайсов Возможно Сейчас Бонг Не Смогли Бы Закупить Столько Винтовок За 2900 Если Б Они Потеряли На Третьем Раунде Ой Ой Лакер Как Агрессивно Играет С Ультимейтом Его Есина Сразу За Это Трейдит Есина Еще Один Фраг И Сейчас В меньшинстве Продолжают Ниппы На Апланте Остается Только Сова Тем Временем Ребята Из Команды Бонг Продолжают Довольно Медленно Играть Несмотря На То Что Получили Энтри Фраги Все Равно Ждут Ошибок От Оппонентов Все Равно Ждут Эту Миспозицию В которой Смогут Наказать Команду Нинджас Ин Пиджамас Интересно Дождутся Или Все Так Вы Выдут На Агрессивный Пуш Ну Все Таки Назвать Ошибкой То Я Не Могу Поскольку У Ниппов Было Довольно Мало Девайсов И Не Могли Они Себ Позволить Играть Так Агрессивно И Пытаться Выбить Какие Девайсы Хотя Все Таки Сами Девайсов Не Имели Только Один Девайс Который Потерял Феникс Команда Бонг Но Ошибкой Назвать Я Это Не Могу Все Таки Играли Довольно Защитно И Вот У нас Крея Готов Уже Принимать Здесь Вконтакте И Принимает Двоих Не Прочитали Позиционку Крея И Сейчас Откидывается Флешка Фул флеш У нас О Не Зря Начал Давать ТП И Есть Информация О том Где Находится У нас Диз Дабл Тем временем Дает Будет К сожалению Команда У нас Ой Ну Айрон Здесь На нож На нож На нож Но нет Ну как же так Здесь такая идеальная Была возможность Посадить Фиарофа На нож Но Не получилось И Хороший старт От команд Бонг Счет 3-1 Но конечно Здесь Будет Опять У нас Поланский Наоруженный Раунд От Нипов Как мы Видим У нас Люкер Отыгрывать С Оператором Ну и Вся Остальная Команда Соответственно Так же Делает И еще Одна Оружейка Знаешь Вот почему-то Нет какой-то Любви К тому Чтобы Зарабатывать Очки стиля У игроков Валорант И Действительно Практически На любом Уровне Игры Когда ты Смотришь Турниры Игроки Очень редко Достают Ножи Намного Реже Чем В другой Киберспортивной Дисциплине Итак Кре Тем временем Мы видим Что будет Отыгрывать В гараже Точно так же Как его Тиммейт Будет Прикрывать Из окна Но тем временем Цеплент Практически Остался Без присмотра Хип Перетягивается Будет готов Принимать Апонятов Слонг Тем временем Очень агрессивный Заход От джет И хип Разбирается С ясина Однако Дальше Его спалили И на самом деле Здесь ему Категорически Нужна помощь От тиммейтов Есть конечно Немного Подхила А вот ребята Из команды Бонг Видимо Решили Что тайминги Уже Они не поймают Для удачной Атаки Сайда Выбил он Ультимейт Феникса Наказал он Джет Команды Бонг Которая потратила Свой ультимейт Должен заметить Насколько я видел И здесь конечно Бонг Обожглись На своей агрессии Но сейчас у нас Будет какая-то Попытка выйти В Б сайт Фул флэш Райм у нас Здесь погибает Сейв конечно Здесь очень-очень Хорошо сыграл Но тем временем Как мы видим Ситуация у нас По-прежнему Четыре в три Нипы в большинстве И надо здесь Команды Бонг Наверное как-то На шифтах Уходить на асайт Но тем временем 27 секунд На таймере Надо как-то Спешить И даже Времени шифтить Вряд ли У них хватает До 20 секунд Будут откидываться У нас флешки С маки И надо Здесь на ноге Рваться на сайт И понимает Команда Нип Что это уже Будет заход на асайт Должна быть уже Информация У совы Команды обороны То что это сайт Да Есть минус От люкера по зизу Ставится у нас Спайк прострелом Пытается у нас люкера Здесь дать минуса Промахивается К сожалению Выстрелом с оператора И надо ему сейчас Здесь играть Очень-очень аккуратно Ну как же так Тиммейт заходит Просто в прицел Опять прострел У нас люкера Здесь пытается забрать Но не получается Есть минус У Фиаронса И понимает Что под девятку У нас уходится сейв И он также погибает От пули Крея И Нип Забирают второй раунд В свою копилку И что-то у нас Становится 2-3 Что же Действительно Хорошая игра от Лакера Хорошая игра от Крея И в целом Нипы показывают Что они готовы бороться На карте Хейвен Сейчас уже 2 раунда За ними Тем временем Интересно Что по закупу Их оппонентов Ребята Видимо В очередной раз Будут делать бай Или нет Нет Тут вроде как Только Исина Способен Закупаться девайсом А ребята форсят Тут Бонкер Играет с Бульдогом У Зиза и Аарона Тоже не будет денег На полноценный Девайс Поэтому здесь уже видно Что один из игроков Будет со спектром А Аарон Вообще Будет играть с Гоустом В общем По огневой мощи Сейчас невероятно Бонки уступают Своим оппонентам Почему бы не сделать эко Почему бы Не выйти на более уверенный Шестой раунд Не очень понятно Но тем не менее Видимо Есть какой-то план У команды Из Швеции И надеемся Что они Реализуют его Должным образом Итак Лакер Перетягивается на Аплэнд Там еще один опорник Тем временем Не очевидно На какую сторону Будут заходить Ребята из команды Бонг Понятно что они Пока что Собирают информацию Пока что ждут ошибок От команды НИП Чтобы получить Антрифраг Чтобы получить То преимущество За счет которого Можно выходить В агрессивные мувы А вот тем временем Должна быть информация Что цеплент Полностью свободен И именно туда Сейчас в идеале Бы перетянуться Но эту перетяжку Контролируют ребята Из команды НИП Исина Видит одного оппонента Не удается Добить сову Итак В четвером Уже остаются ребята Из команды Бонг Тем временем Отличный Прострел от Сайфа И уже минус Хип Некому подхилить Кстати говоря Игрока на сове Команды Нинджас и Пиджамас Сейчас Исина Слышал ли он Оппонента Крио Видит оппонента Но Исина На развороте Забирает его В живых Четыре игрока Команды Бонг Против двоих В команде НИП И здесь конечно Похоронная Для французского Коллектива Да Здесь конечно Ребята Из команды НИП Играли Очень и очень Не стандартно Был у нас поджим Из Бокса Отдали целиком С сайт Оппонентам Ну и собственно Это сыграло с ними Очень и очень Злую шутку Тем временем Ставился у нас уже Спайк Лакер пытается Здесь как-то отыграть Пытается найти Какие-то фраги Райан тем временем Как-то контролит Спину Но сейчас Просто его Подожмут Скорее всего Но нет Команда Бонг У нас играет Очень и очень Защитно И вот казалось бы Победный раунд Для команды НИП Ребята сыграли Крайне нестандартно Но вот эта вот Нестандартная игра Была наказана Тем что их просто Перестреляли По одиночке Что ж Сейчас Ребята Из НИП Просто Постараются Остаться при девайсах Но вот вопрос Выйдут ли на охоту Бонки И кстати интересно Засейвили ли Поменяли ли девайсы Бонки Да вот Потому что иногда я вижу Что даже команды На высоком уровне Забывают При таких форсах Менять девайсы Может быть просто Не в удобных позициях Для этого оказывается Ну хорошо Хорошо что ребята Поменяли два своих Не самых лучших Гана И сейчас В пять винтовок Мы посмотрим Как справятся Бонки Тем временем НИПы остались При операторе НИПы остались При еще одной винтовке И сейчас В целом Они готовы Продолжать играть На закупе Они готовы Строить вокруг Оператора Свою игру Что на самом деле На карте Хэйвен Может принести Очень существенные результаты Пока что Бонки Распределяются По карте Довольно равномерно И в очередной раз Я думаю Нас ожидает Довольно медленная Атака Да Все таки Атака будет У нас Играться Не так стремительно Как в Другие Раунды Но все таки Бонки У нас Решают Играть Довольно С его Сейчас У нас Будет Лакер Наверное Фулл Блайнд И вот Его сейчас Могут Наказать За это Но все таки Нет Успевают Отойти Правда Тратит Он свой Рывок На это Но Все таки Лучше Остаться Живым Но без Рывка Чем Мертвым И с Рывком И как Мы видим У нас Опять Команда НИПоставляет Один сайт Целиком Пустой Конечно На Алла Ланге У нас Есть Растяжки Сайфера Но Этого Я думаю Не хватит Для того Чтобы Остановить Пуш Команда Бонк Хотя Райм У нас Уходит В Девятку А И будет Оттуда Принимать Оппонентов Да И Райм Как будто Почувствовал Вроде Еще Ребята Не спалились Ни на Камерах Ни на Растяжках Но Райм Уже Бежал В сторону Апланда Тем временем Его позицию Закрыли И так Тем временем И перетелепортируется Точнее Оман Под девятку Хип Однако Уже Дает Фраг Зис Работает Под этой Девяткой Сейчас На самом деле Его Позиция Может быть Очень Опасной Для команды Ни Так Райм Разбирается С Аароном Сейчас Райм Палит Еще Одного Оппонента И вот Здесь Тем Количеством Информации Которая Есть У Райма С девятки Он может Находится За плентом Лакер Какой Прострел С оператора Сейчас Вместе С крея Они Убивают Всех Игроков Команды Бонг Это Будет Дефьюз И это Будет Третий Выигранный Раунд Для команды Ни Что ж И на самом Деле Здесь В очередной Раз Зарешал Оператор Лакера Опять же Как я и Говорил На карте Хейвон Если Строить Свою Игру Вокруг Снайпера Это Приносит Свои Результаты Ну и Видно Что Лакер Допустим Сейчас Уже МВП По итогам Этих Семи Раундов На карте Хейвон Однако Вот его Команда Все еще Немного Отстает Да И все Таки Конечно Нипы Здесь Показали Очень Уверенную Игру За оборону Бонг Конечно Подставились Крайне Сильно Учитывая Что им По сути Подарили А сайты Было Там Очень Мало Игроков Команды Обороны Но Все таки Смогли Смогли Ребята Из-за Немпов Здесь Наказать И Есть Уже Минус От лакера По сейфу Который Подставился На целом Ге И Вот Она Реализация Оператора В обороне Фиаров Тем временем Находит Еще Одного Игрока Атаки Который Находится В Аланге Позиционке И Здесь Надо Бонгам Быть Очень И Очень Аккуратными Потому что Все таки Они находятся Уже В меньшинстве И Есть Кстати У них У Бонгра Оператор И Надо Ему Как-то Его Реализовать Хотя В данной Ситуации Уже Вряд Ли Получится Что ж Пока что Более Менее На самом деле Есть Шанс У Бонгов Выигрывать Да Они В меньшинстве Но Вот Почему Они Все еще Играют Без Спайка Это Большой Вопрос Фирот Тем временем Разбирается С Есина Сейчас Под просветку Дальше Контролировать Лонг Он мог Попытаться Но не стал Кре Еще и В даблдоре Делает пик По своему Визави На Омане Что ж Здесь Уже В победу Команды Бонг На этом раунде Верится С трудом Бонгер Сейчас Капитан Команды Наверное Держит В руках Снайперку И скорее всего Да Пытается Ее сейвить А вот Аарон Довольно Агрессивно Отыгрывает В соло Ищет Ищет Фраги Еще по Оппонентам Повыбивать Девайсы Пофармить Деньги Это все равно Важно Особенно Если ты Проигрываешь Раунд Ну и Посмотрим Удаст Цели Да И собственно Как мы видим Ситуация Здесь Патовая Ребятам Из команды Бонг Придется Здесь Савить Понимает Что Сейчас Отдавать Оператор Ни в коем Случа Нельзя И Ой Кре Находит Здесь Все-таки Айрона Но Не смог Перестрелять Своего Оппонента И конечно Потеряли Ни в коем Один Девайс Но Не критично Поскольку Они Забирают Этот раунд Свою копилку И еще Остается У нас 4-4 Конечно Хип Здесь Пытался Как-то Поджать Оппонента Но Не Получилось И как Мы видим Пока У нас По баю Будет У нас Оператор По-прежнему У Бонг Кстати Отдают Его Сейв Который Попытается Видимо Распикать Опять Селон Но Главное Ему Конечно Здесь Опять Не Подставиться Под Оператор Оппонента Снайперка В руках У лакера Пока Что Это Невероятно Сильное Оружие Для команды Нип Возможно Их Главное Оружие Кстати Говоря У Нипов Помимо Того Что Преимущество За счет Того Что Они Выиграли Раунд Еще Преимущество По У Сайфера Что Самое Важное Есть Кнопка У Сейдж А вот Бонкер Проверил Своих Оппонентов При помощи Дрона Тем временем Лакер Каким-то Образом Уже Арон Разобрал Но Ребята Из команды Нип Очень Агрессивно Вышли На Лонг Не Ожидал Очевидно Игрок Шведского Коллектива Что Настолько Близко Он Встретится С Игроками Нип И Сейчас Тем не Менее Кстати Говоря Бонк Не Изменяет Своему Намерению Заходить На Аплент И Вот Поплатится Леон За Это Видно Что Лакер Продолжает Контролировать Причем С ультимейтом Лоу Граунд И Здесь Сейв Его За Это Наказывает Да И Конечно Есть Уже Ответный Минус Ситуация У нас 4 В 4 У Нюхов Есть Еще Два Ультимейта Которыми Они Могут Попытаться Нивелировать Эти минуса Которые Получили При Обороне Шарта Эй И Здесь Вряд ли Команда Бонк Будет Пытаться Выходить В асайт Потому что Понимает Что Скорее Все Там Их Атака Захлебнется Да Еще Сейджер Дает Стеночку Конечно Стенка Была Дана На Верочку И Бонки Будут Притягиваться Видимо Под С Сайд Потому что На Сайде У нас Находится Всего Один Опорник Сайф Играет Кстати Довольно Агрессивно Райм Тем временем Сейчас Подставляется Но нет Все таки Смог он Просто Как Нео Уклониться От пули И Дается Ультимейт Совы Пытается Выкурить Ой Хорошо Собирается Здесь он Формация Где Находятся Оппоненты И Есть Выход У нас Под Сайд И Надо Здесь Райм Хотя Сделать Подставить Спайк Ситуация У нас 4-2 И Бонки Находятся Далеко Не Самым Лучшим Фиаров На Распрыжке Пытался Запрыгнуть Но Зиз Моментально Вешивает Мухат Шот И Тем Временем Бонкер Минус Креа И Ситуация Перестает Быть Такой Патовой Ситуация Уже 2-2 И У Бонков Есть Шансы Зиз Минус 3 И Бонкер Прекрасный Ласт Фраг По Лакеру И Ребята Совершают Невозможное Красивый Был Кстати Говоря Фликшот От Зиз Еще В конце В Смаке На Клоус Рен Ж Мгновенно Практически Перевелся На Оппонента Что Дало Свои Результаты Пока Что Бонк Лидирует Конечно Не Сильно Но Тем Не Менее Хотя Можно Лидирует За счет Того Что Выиграли Пистолетку Наверное Да Наверное Вот эти Первые Два Раунда Пока Что Приносят Свои Плоды Тем Не По Ценности Раундов Мы Судим О Преимуществе Команды А Все Так Потому Насколько Они Успешны В Дальнейшем Итак Сейчас Без Спайка Начинается Атака Команды Бонк Они Видимо Намерены Как Минимум Собрать Большее Количество Информации И Играл На Мидлэйне Бонкер Однако Сразу Же Растрейд Лакер Что Же Творишь И Миссует Шот Выдает Свою Позицию Сейчас Понимает Что Смиды Его Дальше Будут Пушить Во Совы И Пока Что Вся Надежда На То Что К Лакеру Придет Подмога Тиммейтов Вот Райм Уже Делает Пик Поясины Бонкера Спалили И Кстати Говоря Бонкер Подбирает Спайк Интересно Что Он Будет С ним Делать Заход Через Лонг Вот Если Б Пошел Через Шорт Он Б Не Спалился На Растяжке А Сейчас Придется Да Бонкер И Далеко Не Самая Приятная Ситуация Сейчас Будет Для Команды Нип Потому Что Спайк Успевают Поставить Все Таки И Будут Ребята Ретейк И Тем Потом Фул Хиты И Один Кил У Него До Ультимейта Чтобы Не Дать Просто И Шанс На Ретейк Итак Сейчас Ребята Из Команды Нип Уже Зашли На Плен Бонкер Видит Информацию Бонкер Забирает Одного Сейчас Остался В живых Только Лакер Бонкер Видит Бонкер Добить И Он Прострелом Забирает Лакера Четыре Фрага Для Бонкера Выигранный Раунд Для Его Команды И Сейчас Команда Бонк Обеспечивает Себе То Что Они Уже Не Будут Аутсайдерами По Итогам Первой Половины Да И Конечно Бонкеры Бонкер Здесь Совершил Просто Что-то Невероятное Четыре Фраг За Один Раунд И Из Лоу Таба Становится Он Хай Табом Своей Команды Что Конечно Очень Но Все Еще Может Измениться Нипы Могут Добрать Еще Два Раунда Первой Половины И Там Ситуация Может Развиваться Уже Совершенно По-другому Когда Нипы Будут В Атаке И Есть Минус От Фиарофа Как же Сейв Здесь Подставился Просто Дал Два Хита Фиарофу Даже Может Нет Два Хита Все-таки Полноценных Он Ему Дал И Здесь Бонк Будет Очень Неудачная Ситуация Фиароф Тем Временем Дал Просветку По двум Игрокам Команды Бонк И Ребятам Здесь Из Атакующей Стороны Придется Отступить Потому Что Нет Смысла Продолжать Атаку На Асайт И тем Временем Должен Заметить Нипы По-прежнему Стоят В глубоком Дефе Потому Что Понимают Что Бонкам Сейчас Выходить В асайт Чисто Воды Самоубийства Но Они Продолжают Ити Уже Очень Глубоко В лонг Вышли Два Игрока Команды Бонк И Надо Быть Им Крайне Аккуратно Потому Что Если Будет Дан Еще Один Минус У нас На Лонге Атака На Асайт Захребнется С В 100% Итак Под Дроны Ребята Из Бонк Уже Готовятся Заходить На Ас Создается Также Ультимейт От Савы Команды Бонк И Пока Что Он Ни К Чему Не Приводит По Крайне Мере Нет Фрагов Но Вот Райм Разбирается С Ароном Сейчас Огромное Количество Раскидки Летит На А А Кстати Говоря Спайк Все Еще Лежал В Подступах На Аплэнд Итак В живых Два Игрок Три Прошу Прощения Игрока Команды Бонк А вот Нип В полном Составе Готовы Принимать Ребят 20 секунд На таймере Времени На перетяжку Тоже Нет Тем Временем Есина Отлично Работает С ультимейта Но Лакер Сразу На него Переводится Неплохая Игра Со Спектром Бонкер Пик Похипу Лакер Дальше Запушивает Лонг Тем Временем Спайк Уже Устанавливается В живых Три игрока Команды Нип И на самом То деле Сейчас Есть все Шансы Даже Несмотря На то Что их Меньше Выигрывать У ребят Из команды Бонк Да Здесь Конечно Ситуация Далеко Не самая Приятная Поскольку Бонк У нас Находится Уже В равных Условиях Так что Все шансы У нас Есть Но Райм Есть Минус Позицию И понимает Где находится Второй Игрок У нас Атаки Падает Он С девятки Создает Шум И перестреливает Все-таки Он Бонк И ситуация 5-6 Не успели Ребята Из состава Бонк Поставить Спайк И Нипы Показывают Очень-очень Уверенный Раунд И у Бонков Не будет Полноценного Бая В Классическом Понимании Этого слова Как мы видим У них Есин Покупает Фантом Лайт Армор Видим Мы спектры У нас Бонк Отыгрывает С пистолетом И фулл Армором Он будет Видимо Надеяться На выбитые Девайсы От его Тиммейтов Но получится Лих выбить Это Хороший Вопрос Поскольку У Нипов Полноценная Оружейка И они Будут Здесь Наказывать Своих Оппонентов Кстати говоря Что интересно Бонки Играют Без Сейдж Я не помню Отмечали Мы это Или нет Но это Такие Скандинавские Страты Все время Команды Из этого Региона Любят Отыгрывать Без Самого Такого Зимнего С этой стратегии Итак Сейв Тем временем Разбирается С Раймом Ребята Довольно Агрессивно Заходят На Цеппленд Ясиный Разобрался Еще и С растяжкой Своего Оппонента Какой перевод На голову Крен Лакер Отличный Даблкилз Ультимейта Лакера Однако Прокидывают Моликом Но он Все равно Продолжает Воевать И с Гоустом Ну и с Тиммейтом Разбирается Еще и С Бонкером Итак Три игрока Команды Ниб В живых Два игрока Команды Бонк В принципе Они на Фулл ХП С девайсами Но опять же Не самое приятное Положение Видели мы Что Феникс Без армора Арон Однако Играет Не с самым Приятным Оружием Ну и уже Собрали информацию Собрали уже Информацию О том Где находятся Ребята Из команды Бонк Плюс Спайк Потерян На ланге И Шансов Здесь как-то Ретейкнуть У Бонков Очень и очень Мало Без спайка Закрыли еще Выход из шарта И пытаются Агрессивно Феникс выйти Под флешку Будет пикать Но перестреляет Ли его здесь Сейфти Времнем Минус Фиаров Уже дает И ситуация Становится Два в два Крайне неприятная И хип Здесь Зажимает Аарона И лакер Прекрасно Прикрывает Своего тиммейта И 6-6 Заканчивается У нас Первая половина Да На равных Сыграли ребята В первые 12 раундов Тем не менее Мы знаем Что за атаку Винрейт выше У команд На карте Хейвен И Насколько Это повлияет Сейчас на исход игры Будет интересно Посмотреть Да Все-таки Нипы могут Здесь показать Очень и очень Уверенную игру За атаку Поскольку в защите Они брали Довольно хорошие раунды Но конечно И отдавали раунды Они очень и очень Спорные Должен заметить Раунды 3 в 2 Раунды при ретейках Это все-таки Нипы Показали Вот эту Нестабильность Своих результатов Но тут На нестабильность Мне кажется Играет именно то Что коллектив Не самый сыгранный Поскольку Частые замены Зачастую Вредят коллективам Как я уже и говорил Но пока что Пронаблюдаем За первой Пистолеткой Второй За пистолеткой Второй половины И будет у нас Выход в шорт Но поджим Подожмут ли здесь Да Есть минус поясину Феоров будет заходить Захиливается у нас Кип здесь И будут просто На ноге Видимо залетать На цсай Где еще находятся Два опорника И также игрок Отыгрывает у нас Один с КТ И будет Креа есть Минус пострей Фу И хорошо сыграл Он здесь Люрком И ситуация уже Довольно патовой Становится Можно даже И не заходить И не заходить Сайт Потому что Два игрока Там находятся И как мы видим Один из игроков Команды Бонкер Уже уходит На ассайд Потому что понимает Что вряд ли Это будет выход На цс Ну и здесь Могут его подлайпи Смотри Они двигаются Просто Как камень Застыла У нас команда Нип в перетяжке На цс И сейчас Просто скорее всего В пятером Будет агрессивный выход Один выход У нас через лонг И вся остальная команда Через шорт Просто вчетвером Залетит на ноге И здесь Нет играют 2-2 И хорошая флэска От Зиза Арон Есть минус Минус Еще делает Арон Хорошо принимает И захлебнулась Атака Нип Просто Захлебнулась На нуле Но есть конечно Сидат У нас один Один в один У нас есть Бонкер Есть райм Который подловил У нас бонкера Который стоял У нас на дроне И должен заметить Опять таки У нас сову Ловят в той же Позиционке Также на дроне Сове Как у нас Нипы ловили бонков Так и бонки ловили Нипов И пистолетка Второй половины За Нипами Я просто Прямо был Мега удивлен Ты видел просветку От Сайфера Команды Обороняющихся Да Я видел Как он ее Кинул через смоук И попал в оппонента Это прямо было интересно Ну конечно Здесь я уверен В легитности Каждого из игроков Тем не менее Повезло Либо чувство таймингов Хорошего игрока Так или иначе Это все равно Не смогло команду Бонк Привести к победу В прошлом раунде А вот сейчас Ребята Посмотрим Как сыграют В очередной раз Атакующие Начинают С довольно глубокого Захода на лонг Поинт оси На поинт оси В очередной раз Только оман и сайфер Ну и Сейчас количество смоков Которое прокинуто На данный плент В принципе Может позволить Команде атакующих Довольно стремительно Сблизиться с оппонентами Однако вот они Не торопятся Они Видят что Много ресурсов Отдано На то чтобы Не дать им Зайти на цеплент И просто перетягиваются На другую сторону Да Здесь конечно Очень-очень Интересно развивается У нас пока раунд И бонки Как мы видим Просто на шифтах Идут они На асайт И здесь конечно Бонкер Может у нас Принять Не пов Но вопрос Получится Кстати очень-очень Мог быть здесь Хороший разведболт Но правда Его сломали Моментально И вынужден он здесь Глубоко уйти в Асайт Попробовать Видимо сейчас на девятку Но смоки уже Раскинули И сейчас просто В пятером Команда Нип у нас Залетает на сайт Будет у нас Ставиться здесь Спайк И бонк Будет у нас Здесь в позиции Ретейкающих Ситуация Опять в пять Ретейкать им Будет здесь Ой как тяжело Потому что Девайсов нет Хотя нет Как мы видим У нас есть Стингер У сейфа С лайт армором Ясин также У нас отыгрывает Вместе с Джаджем И ребята Зачем-то Форсанули этот раунд Что очень-очень Странно Хотя как мы Видели бонки У нас и форсили В предыдущий Раунд И здесь Все конечно Может развиться Уже не по такому Радужному Для них Сценарий Есть минус Хорошо у нас Ясин запрыгивает Дает два минуса С Джаджем Правда Моментальный Разменит И лакер Два прекрасных Хэдшота Просто скальпелем Отработал Он по команде Бонг И завершил Этот раунд Двумя прекрасными Фрагами Да Лакер продолжает Быть MVP Данной карты Лакер продолжает Делать игру Для своей команды И вот я видел В чатике Кто-то сомневался В его игре Лакер как будто Вас услышал И сказал Так ребята Смотрите как умею Ну и Вынес двоих игроков Команды Бонг В прошлом раунде Просто В считанные секунды Что ж Закономерный эко Для команды Бонг Действительно Сейчас они поплатятся За проигранный форс Ну и Команде НИП Этот раунд Должен дастся Довольно легко Тем не менее Самое главное Ребятам не терять голову Продолжать играть Осторожно Продуманно Что они Кстати говоря Наверное и сделают Но вот только В любом случае Атака выходит Весьма агрессивной Помимо того Что они заходят На самый Такой Скажем Ненадежный плент Они это делают Довольно быстро Все в пятером Однако вот Кре Все таки работает в гараже И уже забирает арона Бонгкер вышел Трейдить Но там уже нет оппонента Кре Перетягивается В команде НИП Спайк Установлен Ребята сейчас могут Оттягиваться на мид И в принципе оттуда Контролить спайк Потому что он поставлен Именно под мид И почему ребята Этого не делают Не очень понятно Возможно они Уверены в своих силах В своем закупе И готовы принимать Прямо на планте Но правда Прошу прощения Шрифом Вандалом Или фантом Там еще спектр Кстати есть у НИП Да Спектр есть у НИП Самый низкий игрок В табе Со спектром играет Я тоже не успел увидеть Это хип должен быть По идее Поскольку хип был Лоу табом Но да ладно Собственно Будем надеяться Смогут они реализовать Данный бай И как мы видим Ребята из команды НИП играют Не слишком агрессивно Спайк у нас брошен Под мид б И пока что Нет никаких Агрессивных выходов Бонки тем временем Также ушли В глубокую оборону Потому что понимают Что НИПов Они вряд ли смогут Здесь переагрессировать И как мы видим У нас отыгрывает Один люрк Под С сайдом В нычке у нас Находится игрок На Оумене Откинули Кстати у нас Оумен опять Смоки на С сайт И НИПы сейчас Видимо фулл составом Просто через лонг Залетят на С И надо чтобы Оумен опорник С Здесь как-то отыграл Видит то что Смоки одни уже постелили Зис сейчас откидывает Еще один смок Откидывает флешка Кстати не самая плохая флешка Регон болтом Его не просветили Есть минус от Ясина По Райму Также должны здесь Принимать как-то Зида И поднимает Зис еще минус По лакеру Зис также делать минус По хапу Крия разменив Своих тиммейтов Ясин также минус Райме Ситуация у нас 2 в 4 Становится далеко не Самое лучшее Еще был потрачен Резюрект И по сути Здесь должен оставаться Был один игрок Не поф Но Все таки Смогли здесь Хотя бы дать Какие-то минусы И очень-очень уверенно Отыграл здесь Опорник Сайда Зис и спайк Еще потерян Фул блайт У нас пытается Сейв здесь Как-то с оператором Распитить оппонентов Ясин минус Фиароф Ну и Ясин Конечно здесь Прекрасно отыгрывает Под сайдом И залетает Просто Крео Конечно Дабл килл Крео делает И ситуация Конечно Один в дан Не успеет Поставить спайк И сейв просто Залетает И делает минус Что ж Но в любом случае Попытка от Крео Засчитана Два фрага Просто невероятных Конечно там Пан или пропал Либо ты успеваешь Поставить спайк Хотя возможно Здесь Имело смысл Как-то Уже забить на спайк И просто Выбить девайсы Из оппонентов Ну Кто знает Кто знает Поверил в себя Игрок Это тоже Имело смысл Это тоже Было оправдан Но к сожалению Победы в раунде Не принесло И так 9-7 В пользу команды НИП все еще Но вот Бонки имеют Реальный шанс На то Чтобы обогнать Своих оппонентов И так Видно что Бонкер Как раз таки А нет Прошу прощения Это же НИП В общем Игрок на сове Со стороны команды НИП Будет играть со спайком Довольно аккуратно Кстати говоря Пуш открывает Именно хип На сейдж И вот это Интересно Почему Они дают роль Энтри фрагера Именно сейдж При заходе на беплент Сейчас Мы узнаем Кстати говоря Кто же вывезет дуэль Арон или хип Хип должен Прочекать эту позицию Но хип должен Закрывать стенкой Да и так И происходит Здесь Арона Просто отрезали стеночкой Ставится еще у нас клетка И с ультимейтом У нас несется Игрок на джет Команде обороны И Ясин должен здесь Как-то пытаться Расфрагать Но не проверили Позиционку Ясина Хотя нет Он на ноге просто пошумел По слоу И должны понимать Сломает он еще и камеру здесь И полностью выдает Свою позиционку Ослепил его Кстати Своей же флешкой Оуман И промахивается у нас По Ясину Но Ясин также Не попал ни единого ножичка Спайк у нас стоит Под лонг И Ясин просто Откидывается смоками Но Райм здесь просто Нашивает Ультимейт у нас дается От совы Ясин минус лакер дает Сейв также минус хип И Ясин также забирает Еще и Райма Бонкер минус крея И будут просто Дефьюзить спайк Но Фиаров есть Минус Есин Но конечно Арон просто выходит Здесь и прекрасно пикает И 8-9 У нас становится счет Что ж Сейчас Бонки Продолжают догонять Пока что Ну Скажем так Для меня фаворитов Этого противостояния Да Они бы первые 3 раунда взяли Однако сейчас Шведский коллектив Начинает огрызаться Довольно серьезно С другой стороны Вот Несмотря на то Что 2 раунда подряд Берут Бонки Все еще Сайфу приходится Закупаться под ноль Все еще игра С оператором Для шведских Для шведской команды Это дорого И все еще Проигрывать им Ой как не будет Хотеться Потому что Это скорее всего Особенно если будет Какое-то неприятное поражение Без большого количества фрагов Это скорее всего Выведет их на Очередной эко Тем временем У Нипов Три ультимейта Как и у оппонентов Но у Нипов Есть ультимейта Джет Это весьма и весьма Неплохо В каких-то моментах Для агрессивного Запуши Или в случае Нипов Возможно Для энтри фрага Лакер может Вполне эффективно Использовать данный Скилл Однако у него еще и шорти Вот здесь кстати интересно Насколько он в атаке Сможет на Джет Реализовать шорти А мы знаем Что это бывает Очень даже Эффективно И так Райм Заходит дальше Палит своих оппонентов Ару Но его все-таки Сразу же трейдят Зис дает фраг по фироту Сейчас Райм понимает Где еще один оппонент За подиумом Ему не удается Дать этот фраг Лакер кстати говоря Все таки пустил В ход свои ножички И дал хатшот По оппоненту И так Отличный фраг от Райма Просто меткий хатшот По Зизу Наконец-то он Разобрался с этим И да Есть у нас здесь Один Сейв Который попытается Здесь как-то Отыграть с фантом Есть минус по лакеру И перестреляет ли Но нет Сейв забирает Этот раунд В свою копилку Конечно у него Все-таки еще Ультимейт И заберет еще Оператор обратно В свои руки И уравнивает он счет Для своей команды И 9-9 И Нипы Так и не показывают Какую-то невероятную Атаку Все-таки забрали Первые три раунда И так же легко Отдали три раунда Команде Бонг Во второй половине Что конечно Очень и очень странно Ну пока что Мне кажется Это только лишний раз Говорит о силе команд И намекает на овертаймы Мне кажется В любом случае Эндшпиль уже На наших глазах состоялся Обе команды Довольно близки К тому чтобы Оказаться победителями В первой карте Но я напоминаю У нас Бест оф Три Ребята Сейчас два ультимейта Есть у Бонг Два наверное Не самых полезных Да у Сайфера Все-таки что-то Ультимейт даст А вот ультимейт омана Далеко не всегда Приносит вэлью Да И есть у нас минус Уже от лакера По сейфу Выбили оператор У нас из команды Бонг И надо здесь Ребятам из Бонг Быть очень и очень Осторожным Потому что это будет Выход полноценный На А с плитом Два шора Два лонг Отыгрывают Также открывается У нас дрон сова И пытаются У нас два дрона совы Кстати у нас летают под А сайтом Собирают информацию И промахивается Но Ясин Забирает у нас лакера Райм тем временем Отвечает ответным минусом По Зизу И Ясин Невероятная стрельба Забирает он здесь Фиороса И ситуация у нас становится Три в три Ясин делает очень и очень Много работы Надо было С маки постелить ему Сразу здесь И Наверное не стоит Уходить Команде НИК здесь Из-под А сайда Потому что заняли уже Хорошую позиционку И Надо им Здесь как-то уже Укрепить Укрепить свои позиционки Бонкер Есть минус по Райму И здесь Нипы уже находятся Крайне неприятные ситуации Ясин хорошо выпрыгивает Здесь девятки И здесь надо Крео Очень-очень аккуратно Отыграет Здесь есть минус по Арону И понимает Что он здесь Один в два Выпрыгивает с девятки Перестреливает все-таки Бонкер Но Ясин Выходит в Оварме И забирает Крею И счет у нас Становится 10-9 в пользу Команды Бонк Ясин просто сделал Раунд для Бонков Отличная игра с девятки Потом Прекрасно он вышел С этой девятки На самом деле Даже вот От игроков на джет Редко такие выходы Видишь Хотя казалось бы Какой-то очевидный мув Но В любом случае Здесь Ясин точно знал Что он дэшится В безопасную позицию До последнего Ждал момента Чтобы выйти И пикнуть Крео При этом Сделать это наверняка И даже не там Только после того Как его Тиммейт Забайтил на себя Внимание Крео Он вышел Растрейдил В общем сработали Как швейцарские часы Ребята из команды Бонк И это Принесло свои результаты У ребят сейчас Хорошее экономическое положение Хотя вот опять Видны Игроки Которые закупаются Под ноль Но что интересно По скиллам Экономика тоже Вполне себе Складывается Четыре кнопки готовы Опять же Ультимейт от джет И совы Это очень важно Зис Как он настреливает Через этот смоук Вот чего-чего А этого я не ожидал Зис просто Аннигилировал Увидеть Гоуст Ассасин У нас на Омане Прямо оправдывает Имидж своего героя И так дальше Работает по оппоненту Но Фирот Все-таки прекратил Эту серию убийств Да Есть конечно Ой-ой-ой Все-таки забирают У нас здесь лакера Еще И ситуация у нас Далеко не приятно Очень хорошая Хэдшота Фиороса Ясин конечно Отлетел здесь Очень-очень неудачно Одного ножичка Хватило бы Фиоросу Чтобы здесь отлететь И Хип сейчас будет принимать Дрон Саву Но нет Ломает все-таки Дрон Сава принял здесь Пулю Которая предназначалась У нас здесь Либо Бонкеру Либо игроку на Фениксе И Спайк уже стоит И уходит глубоко У нас игрок на Саве Под Лонг Потому что есть У него ультимейт Хип здесь минус Создает по сейфу Все-таки находит Эта пуля Свою точку назначения И Хип сейчас забирает Еще и девайсы Не смог здесь Конечно Переставить Бонкера Но есть ультимейт У нас У Савы команды Атаки И здесь надо Все-таки попытаться Как-то побольше Времени-то выиграть И Дает хит Но понимает Что будет здесь Выход от Фиароса Но успевает Раздефьюзить здесь Спайк За малым секунду Просто надо бы Здесь было Немножечко Похалдить Нипам И не агрессивно Так выходить у нас Фиаросу Так бы забрал бы раунд Но Как мы видим Если бы Докабы Но счет становится 11-9 В пользу команды Бонк Таким образом Нипы Уже имеет право Только на одну ошибку Сейчас Если они проигрывают Один раунд То оставят Шаги от победы Команду Бонк Ну и я думаю Здесь самое время Собраться И адаптироваться К ребятам Из шведского коллектива Действительно Показывают Превосходную Механику Ребята Из команды Обороняющихся Тем не менее Сейчас Вот смотри Довольно агрессивная Оборона на мидлейне Вместе с Фениксом Выходит Зис Пока что Непаль Это не оппонентов И видимо Зис будет уже Стягиваться на Цепленд Да Кажется он движется Именно туда Однако Туда нет намерений Команды Нип заходить Судя по всему Вот Сайф разбирается С хипом Есть омпенфракт Для команды Обороняющихся Кре Однако сразу же Это растрейдил Ессина Пытается найти На этом углу Какие-то позиции Чтобы разобраться С оппонентами Но лайкер Превосходный флигшот По визави на джет И это преимущество Для непов Да И здесь конечно Бонки Как-то не очень уверенно Смогли Отдефать Свои сайды И пока что Ой Хорошо Здесь бонкера просветили Могли бы его наказать Через смоки И айрон Есть минус по райму И ситуация у нас Три в три Нипы будут пытаться Видимо дальше щемиться На б сайт Хотя Все-таки наверное Стоило бы им Своить немного Вектор атаки Надо бонкера Здесь укурить Но бонкер мог Здесь хорошо Дать два минуса Есть минус Бонкер и так делает Два минуса Здесь говорить Даже не о чем Бонкер просто Отыгрывает Очень-очень уверенно И понимает Что Здесь мог быть Еще один оппонент Хотя Его тиммейт Находится в той же позиционке Он уже проверил Б ту позицию И здесь надо Конечно У нас Нипам Последнему игроку Команды Нип Просто уходить В глубокий сейф Лакер должен Заставить здесь Оператор Ибо Он очень и очень Здесь будет нужен Что ж Абсолютно разумное решение От лакера Тем не менее Он отдает Без боя Что разумно Но По факту Команде Бонк 12 раунд Интересно Пойдут ли Бонки Искать Оператор Многие команды Действительно Не любят Оставлять в руках Оппонентов Этот девайс Но вот Ребята из Швеции Тоже не готовы Рисковать Лишний раз И это имеет смысл Ребята У нас полуфинал Одного из крупнейших Турниров По Валоранту В рамках Ignition Series 15 тысяч долларов Призовых Ребята Которые играют В полуфинале Уже Обеспечили себе Небольшие проблемы Технические Но ребята В любом случае Я надеюсь Мы в скорейшем Времени вернемся Я очень надеюсь Что мы не пропустим Исход этого матча Во-первых Потому что хочется Чтобы Нипы Сравнялись И вышли на овертаймы А во-вторых Потому что он В любом случае Должен быть интересным И красочным Да И все шансы У Нипов Есть Все-таки Как мы видели Во второй половине Они смогли Взять Три раунда За атаку И вот Как мы видим У нас возвращается Пимфит И Зис Есть минус по лакеру Ответный минус От Фиароса Дается сразу же И ситуация у нас Уже далеко не Самая приятная Нипы уже в меньшинстве А три в четыре Продолжают атаку Поставили спайк Ясин Минус хип дает И ситуация здесь Четыре в два Довольно патова Есть минусы И остается у нас Последний игрок Нипов Фиарос дает минус Также по Ясину Ситуация один в два Но может здесь Заклащить Фиарос Но не надо Триггерить здесь клетку Есть минус И проверяет И проверит ли он здесь Позиционку Просветили его И сейчас Распикат Фиарос Вот это хорошая стрельба Я говорил У Нипов Есть все шансы И Фиарос Здесь просто показывает Невероятную стрельбу И клач для своей команды Он берет Прерывает Наконец-таки Эту Злосчастную череду Поражений Для своей команды И все шансы Сейчас выйти на овертайм У них будут Поскольку у Бонков Нет денег На полноценный бай Они у Нипов Все таки Есть хотя бы Сэми бай И Бонки будут Вгрызаться в последний раунд Чтобы не выходить На овертайм Да, действительно Одиннадцатый Я думаю Точно за Нипами Ну и сейчас Мне кажется Мы видели Самый напряженный клач Из тех Которые попали На трансляцию За турнир Мэнда 3GG Кап Итак Зис Будет выступать Опорником Цеплента Тем временем Ребята из команды Нипра Средоточились по карте Игрок со спайком Скорее под оплентом Есин Очень близко К своим оппонентам Даже пытается Запушить через клетку Но Креа Уже разбирается С первым оппонентом И ребята из команды Бонг Вынуждены будут Продолжать Меньшин свет Да И вот как раз таки Ну Бонги понимают Что здесь Со своими девайсами Они вряд ли смогут Что-либо сделать Хотя как мы видим У нас есть У Есина бай И все таки Видимо Бонги У нас решили Фарсонуть И находит у нас Есин Минус по райму И может здесь дальше Продолжать отыгрывать Хотя могут его сейчас Наказать здесь втроем Но надо здесь Нипам Отыгрывать Очень-очень Осторожно Есть еще один минус От Есина по хипу И все таки Креа отдает Наконец-таки Ответный минус И ситуация у нас Три в четыре становится Нипы находятся В большинстве Конечно потеряли Они здесь хипа Но все таки Могут здесь вернуться И Зис сейчас Может хорошо принять Здесь команду Нип дает Два минус Нажмет ли третьего Нет Креа все таки Дает минус позицию Стация у нас Два в два Дает он ультимейт Просто залетает На С сайт И должен здесь Хорошо понимать Что находится рядом Уже в контакте Оппонент Начинает установку спайка Бонкер просто на ноге Сейчас будет Френзи пытаться Убить оппонента И неудачно Ну как же так Креа Зачем ты даешь ТП в такой ситуации И ситуация у нас Один в два Нипы сейчас Просто в шаге От поражения На первой карте Тем не менее Опять Фирот Опять может заклачить Но Арон Вышел вовремя На своего оппонента И Фирот просто Не мог физически Зачекать И цепленд И позицию Со стороны Спавна Что ж Выигранная карта Для команды Бонкер И первое Очко для них Что касается Телепорта От Омена Команды Нип Мне кажется Это была попытка Мне кажется Это была попытка В фейк телепорту Он пытался Заклачить момент Для своей команды Пытался Развести оппонентов Но это просто Не дало своих результатов И в итоге Команда Нип Там были неудачные тайминги Именно в этот момент На него вышел оппонент И в общем да Произошло То что произошло Команда Нип первую карту Проиграла Но у них впереди Еще одна И еще попытка Вывести на тайбрейкер И выиграть Бест оф 3 Однако у Бонков Уже хорошие Во-первых Перспективы На то чтобы выйти в финал А во-вторых Я уверен Что они на плюс морали Им будет играть Следующую карту Намного проще Да Все-таки Бонки Здесь показали Очень-очень Хорошую игру Должен показать Что как Лично мне ощущалось Что Нип И больше Сами расслабились Здесь не победа Бонков А поражение Нипов Если так можно Выразиться На Данной ситуации И все-таки Нип Они взяли Три раунда Три хороших раунда Во второй половине За атаку Но дальше Шесть раундов Подряд Отдали Бонкам И только потом Фиарос Своим невероятным Клачем Один в два Взял дополнительный раунд Для своей команды И конечно Они проиграли По итогу Со счетом 10-13 Что очень и очень Трагично Должен признать Все-таки Нипов Я ставил На данной карте Но Против статистики К сожалению Не попрешь Статистика Нам говорила Ну нет Я ничего не ставил На данную карту Хотя Должен признать Что есть люди Которые на это ставили Но в большинстве Своем Люди Все-таки Сходились Во мнении Что здесь Бонки Заберут Первую карту Опять-таки Просто опираясь На сухие цифры Статистики Ну и статистика Не врет Ой как не врет Ну с другой стороны Там разница В винрейте Не очень велика И опять же Карта Точнее Игр на Хейвене У Нипов Было больше Исходя из этого Наверное Можно было сказать Что более-менее Равные шансы У ребят Но в любом случае Те кто болел Забонков И предсказывал Их победу Сейчас я уверен Очень серьезно Радуются Почему проиграли Нипы Сложно сказать Мне кажется Это не Нельзя сказать Что основным Фактором Было то Что они где-то Подрасслабились Где-то начали Упускать моменты И отдавать Свои раунды Это скорее Совокупность факторов И то что Бонк Подсобрались Под конец То что Неплохие были Отыгрыши От Ясины И от других Представителей Данной команды Поэтому В целом Мне кажется Был достойный Равный матч Команда Которая его выиграла Заслужила победу А мы Так понимаю Уйдем на небольшую паузу Перед следующей картой Не уходите далеко Ребята Разрешение Сегодняшнего Игрового дня Обещает быть Невероятно Интересным И жарким Итак дорогие друзья Все таки Мы по прежнему Ожидаем Возвращение Команд Бонк И Нинджерсон Пижамс Все таки Бонки у нас Смогли забрать Свою первую карту Свой собственный Пик Карту Хэвен И сейчас Мы будем Наблюдать За пиком Команды Нинджерсон Пижамс Карта Бинт Что же Нам показывают Предыдущий Тап За Карту Ну Конечно Фиарос Здесь Делал просто Что-то Невероятное Хотя Должен признать Что КД У него Чек КДА У него Не самый высокий Все таки Лакер его Должен Немного Опережать Ну так Серьезно Мне кажется Опережать Именно по Коэффициенту 21 к 14 Прямо Хороший Результат Для такой Напряженной Карты Особенно Тем не менее Второе место Все равно Есть у Игрока На сове Поэтому Почему нет А вот Есин Действительно Ворвался Под конец Игры Наформил Себе Фрагов 25 19 Я подозреваю Что по очкам MVP Этой карты Ну и Абсолютно Заслуженный Да Абсолютно Заслуженный Он MVP Но Все таки Сейчас посмотрим Сможет ли он Повторить Такой же Филиграмный Результат На Бинде Все таки Будет интересно За этим Выглядать Но Все может На Бинде Сложиться Не так Однозначно Все таки Бинд Это Пик Команды Да Вот как мы Видим То что Бинд Тут У нас КТ Сайдет Мэп Но Конечно Не с таким Сильным Отрывом И Пока что Что же Мы Видим В целом То что Оброняющихся Собственно Будет Небольшое Преимущество На Старте Ну В первой Половине Приветствую вас Дорогие Друзья Еще Раз Визуально Уже И Собственно В целом Пока что Статистика Говорит То что Непосредственно Оброняющийся Находится У нас В Небольшом Плюсе Но Это Пока что Сухая Статистика На нее Операция Как мы знаем Это довольно Гиплое Дело Хотя На предыдущей Карте По сухой Статистике Мы И Предсказали Победу Команды Бонг Ну С другой Сороны Вот Сейчас Я Залез Посмотреть Результатом На карте Бинту Команды Бонг И Вышло так Что они Вообще Только Одну Карту Бинт Сыграли Ну По крайней мере Из тех Которые Учитываются На Валоран GG Что касается НИП У них Конечно Все тут Поинтереснее 7 бинтов Учтено На Валоран GG Из них 5 Выиграны И только 2 Проиграны В принципе Неплохо Опять же Это смешное Количество Игр По нему Сложно Делать Статистику И С другой Стороны Относительно Общего Количества Турнирных Игр Команд Валоранти Это Наверное Лучшее Что можно Получить Ну да Все таки Не так Много Пока что Проведено Турниров Где Учитывалась Статистика По Именно Картам Но Пока что На статистику Именно Сухую Опираться Довольно Тяжело Все таки Предикт По предыдущей Карте Был дан Так Вслепую Больше Нежели Именно Железобетонная Уверенность В победе Команды Бонг И Изначально Мы и видели Довольно Равное Противостояние А здесь Вообще Предсказать Победу Это Что-то На грани Невозможного Потому что Одна карта Учтенная В статистике Это Ну явно Не показатель С другой стороны Когда ты видишь G2 Которые играют Ассент У которых Просто Нет поражений На карте Ассент Вообще За Получается Три турнира Которые они отыграли Это Наверное Все таки Исходя из этого Наверное Что-то Можно предположить А вот Когда речь идет О таких Более Неоднозначных Коллективах Как Ниджас И пиджамас Которые Опять же И состав часто Меняют В целом У них Какой-то Скачкообразный Перформанс Скажем так Они на разных Турнирах Максимально По-разному Себя показывают Здесь конечно Статистика Вам не помощник И в ваших Предиктах В ваших Надеждах На нее Опираться Не имеет смысла Да Все таки Здесь соглашусь Более чем Полностью С своим Стакастером Ну и как мы видим Бонки у нас Начинают в Обороне Нипы у нас Начинают за Атаку И команда Нип как мы видим У нас Видимо будут Отыгрывать Сплитом Б Два отыгрывают В ланге Два будут Отыгрывать В шарте Нет И один еще Люрк у нас Будет Под Эй Сайдом Классический У нас Сайфер Который Всегда Играет Люрком Видимо Просто В спину Оставит Пару Растяжек И как Мы видим Сейчас у нас Будет Видимо Агрессивный Выход В шорт Фиарос На шифтах Просто Уходит И будет Распик У нас Есть От сейфа Распик По фиаросу И Здесь Конечно Не очень Удачный Старт Для команды Нинджа Синпиджамс Собственно В меньшинстве Они уже Находятся И Хороший Кстати Стан От сейфа Должен Здесь Пытаться Распикнуть Но Хип Все-таки Перестреливает Своего Оппонента Хип У нас Отыгрывает С армором С дефолтным Пистолетом Классиком И Уравнивает Он Количество Живых Игроков На карте И Бонк Уже Просто На ноге Должны Сейчас Будут Лететь На Сайд Потому Что В четвером Уже Есть Выход Агрессивный Арона Распикивает Лакер И Будет Дальше Уходить Видимо Нет Не будет Он Уходить Через Зигзаг Возвращается Он На сайт Рам Есть Минус По Бонкеру Ситуация У нас 4 в 2 И Конечно Здесь Команда Бонк Показывает Далеко Не Самый Лучший Старт И Отходят Отходят И Видимо Сейчас Сыграет Просто Портал Портал Но Нет Ушли В Лонг И Решили Вернуться Довольно Странное Решение Должен Заметить Райм Должен Здесь Перестреливать Но Нет Успевает Есин Дать Один Фраг Перед Своей Смертью И Лакер Делает Последний Фраг На Пистолетке И Нипы Забирает Пистолетку Хотя Казалось Бы Был Энтри От команды Бонк Вроде Все Было Хорошо На Старте Команда Просто Берет Армора Ну Слушай Не зря Свой Пик Играет У нас Команда Нип Видимо Они Уверены В себе И Позволяет Себе Отыгрывать Форс Бай Тем Временем Можно Отметить Что Сейв Меняет Персонажа На Этот Раз Будет Играть На Бриче Напоминаю На В опасной Близости С лакером Есин И он Не Вывозит Этот Файт Тем Временем Лакер Был В шаге От того Чтобы Взорваться Но Вовремя Перевелся На Машинку Бонкер Выходит Из лампы Там Лакер Бонкер Может Разбираться Но Лакер Каким-то Чудом Еще Его Забирает Хотя Бонкер Вроде Вовремя Выстрелил Вроде Даже Навелся Куда Надо Но Видимо Дистанция Для Шорти Все Равно Слишком Большая Была Фирот Тем Временем Еще И убивает Арон И очередной Очень Сложный И Достаточно Провальный Раунд Для команды Бонк Сейчас Сейв Последний Ждет Пока На него Выйдут Оппоненты На самом деле Лучшее На что Он может Рассчитывать Это Выбить Один Два Девайса Ну И Наверное Как-то До конца Пытаться Жить Для него Не имеет Смысла Было бы Что Сейвить Как говорится В руках Только Гоуст Да и тот Я не Уверен Что он Сам Закупал Вполне Возможно Просто Подобрал И так Под флешку Отлично Пытался Открыться Тем не менее Райм Дальше Пушит Встань Райма Забирают Но Конечно же Численное Примосходство Оппонентов Дает О себе Знать Креа Решающий Фраг По сейфу И Это 2-0 В пользу Команды Нип Да Здесь Конечно Нип Показывают Очень Очень Уверенную Игру И Казалось Бы Вроде Были Все шансы У команды Бонг Здесь Как-то Разыграть Эту Ситуацию Но Не Получилось И Как мы Видим У нас Будет Наконец Полноценная Оружейка Сейф У нас Будет Отыгрывать С оператором И Будет Принимать У нас Выход В Ковры И Как мы Видим У нас Нип Будут Опять Отыгрывать Стратегию Первого Раунда Флит 2 Будут Играть Б И Один Игрок Люрком Опять Таким У нас Сайфер Будет Играть Под А Нет Смотри Играют Три Лонг У нас Будет Всего Лишь Один Игрок На Коврах И Не Увидел Ли Он Сейф Вот Это Очень Важный Вопрос Проверил Позицион Куда Увидел Скорее Все Что Находится Как Минимум Один Игрок На Бэксайде И Сейчас Главное Игрокам С ковров Очень Отыграть Сейв Опыт Потому Что Сейф Может Навести Там Шороху Только Фуд Откидет Он Стан И Фиарос Есть Минус По Лакеру И Можно Уже Здесь Наверное Сейф Хорошо Минус Дает По Хипу И Атака Нипов Захлебывается Крайне Стремительно Но Пока Что Шанс Еще Есть Ситуация Три В Пять Есть Красный Игрок У нас Команды Бонг Вытаскивается Наконец-то Крия Развед Дротик И Ставится Спайк И Команда У нас Бонг Будет Ретейкать Конечно Но Ретейк Бьют Они Пять В Три Что Не Так Уже Сложно Откидывается У нас Еще Урон От Сейфа Хорошая Позиционка Была Его Скилла И Сейчас Команда Далеко Не В Стоит У нас Один Минус Ситуация У нас Два В Четыре Но Арон Минус Крия И Один Четыре Шансов Здесь Нет Ну С другой Стороны Конечно Попытаться Можно Нет Нет Арон Минус Райм И Это Выигранный Раунд Для Команды Бонг И Так Опять Закупный Довольно Серьезно Возможно Поплатиться За их Форс На втором Раунде Интересно Что у них По деньгам Конечно В любом Случа Не так Много Фрагов По своим Оппонентам Они дали В этом Раунде Чтоб Как-то Разгуляться По Деньгам Ну И Видно Да У нас Появляется У Райма Спектр Хотя Вот Смотри Лакер Все таки Будет Играть С Оператором Со своим Сигнатурным Девайсом Другое дело Что он Его Закупает В атаке Да Это Вполне Играбельно И возможно Но здесь Нужно Быть В себе Уверенным И Нужно Быть Конечно Мне кажется Нужно Иметь Какую-то Экономическую Подушку На следующий Раунд Лакер С тысячей Кредитов Остается Что в принципе Можно Расценить Как такую Подушку Ну В общем Посмотрим Посмотрим Как этот Закуп себя Реализует Сейчас для Команды Нип Самая худшая Идея Для команды Нип Но вот Сароном Уже Разбираются На Б Сейчас Только Бридж И наверное Сейчас Дать кол Перетянуться На Б И стремительно Занять этот Плент Было бы Довольно Неплохо Со стороны Команды Нип Но они Все еще Играют Очень медленно Очень вязко И это Дает еще Результатов Хип Забирает Еще и Сейф А Б Плент Полностью Свободен И Сейчас туда Конечно Подтягивается Сова Атаку Этим Пользуются Ребята Из Бло Из Прошу прощения Из Бонг Потому что Йонси Вышел Забирать Своих Оппонентов Тем не менее Фирот Его Растрейдил В живых Два Последних Игрока Команды Бонг И на самом Деле Сейчас У Нип Все Шансы Забирать Эту Карту Себе Окончательно Зис Вряд ли Что-то Сможет Сделать Однако Если Его Не Прочекают Данный Плент Для Команды Нип Но Конечно Все-таки Были Даны Даны Минуса Команды Бонг И Сейчас Фиарос Ой Ну Подставился Под Бонг Ну Как же Так И вот Ситуация Сейчас Один В один Но Правда У нас Игрок Наджет С Оператором И Может Сейчас Бонг Здесь Довольно Хорошо Понять Хотя Бонг Понимает Что Здесь У нас В шарте Находится Игрок Команды Нип Лакер Сейчас Должен Здесь Понимать Что Бонг Фейканул И Надо Ему Здесь Будет Очень Очень Аккуратно Отыграть Но Видел Бонг Скорее Свою Видел Кусок Ствола Лакера И Сейчас Просто Выйдет На Что Тем Временем У Нипов Мы Видим Неплохое Преимущество По Ультимейтам Это Ультимейт Савы Который Мы знаем Умеет Реализовывать У нас Фирот И Также Ультимейт У Лакера Здесь Вообще Без Вопросов Ножичками Уж точно Умеет Пуляться Игрок На джет Преимущественно Французского Коллектива Тем Временем Нипы Сейчас Отправляют Игрока Со спайком Скорее Под Аплэнд Там Четыре Представителя Команды Атакующих Но Зиз Очень Агрессивно Выходит В бокс Тем Не менее Там Он вряд ли С кем Пересечется До последнего Я думаю Ребята Из них Будут Держать Дистанцию Тем Более Лежит Смоук Мало Информации По Данной Позиции Есть У игроков Причем С обеих Сторон Есть Попытка Прострела От Зиза Ребята Из команды Понимают Что там Есть Оппонент Но В каком Количестве Обороняющийся Тоже Сложно Идентифицировать Тем Временем У Зиза Остался Ультимейт Этим Ультимейтом Можно Серьезно Прервать Пуш Особенно Через Баню У команды НИП Поэтому Сейчас Довольно Много Лежит На Бримстоуне Опять же Молик Туда Прокидывается Невероятно Эффективный Ну и Сейчас Зиз Что дает Пока что Только Смоки Ребята Из НИП Вполне Себе Свободно Могут Заходить Дальше На план Тем более Под Ультимейтом Лакер Ищет Еще Фраги Есть Дрон От СВ Сдается Ультимейт Также Зиза И заберет Лен Кого-то Пока что Только Лакер Убивает И уже Двоих И превосходная Реализация Ультимейта У джет Команды НИП Сейчас Райм Еще и Включается Третьим Фрагом И в живых Остается Только Два Игрока Команды Бонг Они На Девятке По крайней мере Один из них Точно Рон Тем временем Находится На Б Планте И Сейчас Наверное Перетяжку Через Телепорт Это То Что Он Попытается Сделать Огромное Количество Раскидки Идет От Прича Просто Чтобы Засейвиться И Видимо Это Все Элементарная Попытка Остаться При Девайсах Да Здесь Конечно Бонг Идти Ретейк Было бы Чисто Воды Самоубийства Ретейк 2 в 5 Это Очень Тяжело Ну Как Тяжело Это Невозможно На грани Возможного Даже Скажу Так Все Шансы Ретейк У них Были Но Шансы Крайне Иллюзорные Да и Ретейк Даже 4 в 5 Это Очень Тяжело И Как Вы Видите Сейчас У нас Найдут И 1 И выбивает Он еще Один Девайс Из оппонентов Но К сожалению Не найдут У нас Брича Команды Бонг И Нипы Ведут Со счетом 4-1 Я уж думал Просто к сейфу Подходит Но может Я там Кого-то С кем-то Перепутал Ладно Да 4-1 Свой Пик Пока что Нипы Отыгрывают Отлично Причем Я обращаю Ваше внимание Дорогие друзья На то что Это Атака На карте Бинт Да На этот раз Разница между Атакой И обороной Не такая существенная Как допустим На Асенте Но тем не менее В обороне Команды Стабильно Все-таки Больше Побед делают На данной карте А вот Нипы Уже в атаке Начинают Доминировать И это Отличные новости Для коллектива Итак Сейчас довольно Агрессивно Вышли ребята Ну Конкретный Исин На шорт Пойнта Эйтем Временем хип Разбирается с оппонентом Еще и Реса и Трайма Огромное количество Вэлю дает Сейдж Для команды Нип Лайкер Включается Файт пиком По арону И прямо сейчас На бэплэнд Можно очень эффективно Зайти Там только один Опорник Ребята под раскидку Сейчас вполне Могут занять Выгодные уклы И забрать И игрока На сове Команды Бонг Однако Все то время Пока они мнутся В рукаве Они дают Возможность Перетянуться Игрокам Со стороны Обороняющихся Да И вот это вот Время Как раз таки Может сыграть Очень тяжело Тем более Без девайсов Бонгкеру Просто под ноги Откидывают Шокболт И здесь Ему очень и очень Неприятно Но смотри У нас до сих пор Под телепортом Находится еще один Игрок обороны И он может Конечно навести Шороху Но смотри Уже в пятером Щемится на бэссайт И один опорник Там Бонгкер Сейчас будет Просто задавлен Числом Рекон болтом И палит его позиционку И просто надо Его сейчас нашивать Он также находится Под замедлением И да Хип делает минус По Бонгкеру А Ясин тем временем Находится по прежнему В телепорте Закрыт он стенкой И вынужден Выдать свою позиционку Тем что начал стрелять По стенке Сейджа сейчас Просто выход К дверям Это автоматическая Сверх для него Зис тем временем Пытается как-то Поджать оппонентов Которые будут здесь Оттягиваться на лонг И у него это может Получиться Проверят ли его позиционку Да проверяет позиционку Слизом И Ясин остается Здесь один в пять Дает минус Хотя бы один Бараеву Но конечно Хит все таки Забирает здесь Ясина Но один девайс Выбили И что очень И очень неплохо Отличный был На самом деле Фраг сейчас От Ясина Просто как только Раздвинулись Двери Телепорта Мгновенный Отшот по оппоненту Выбил девайс Отличная стрельба Шерифа Тем не менее Нипы Все еще продолжают Лидировать И вот они уже В шаге от того Чтобы гарантировать Себе То что они не окажутся Аутсайдерами По итогам Половины в атаке Ну и надеемся На то что Ребята из команды Бонг Составят достойную Конкуренцию Нипам Сейчас Видно что Нипы кстати говоря По большей части Заходят Через мид На поинт бит Тем временем Ясин С ультимейтом Ищет фраги Но вот-вот Закончится базука И просто не успевает Дать этот миг Ясин И так Отличная хаешка И отличный фраг Просто Как часы Сработал Исин Филигранный Хатшот По райму Приводит к тому Что бонг Оказывается В большинстве Кстати говоря У бонг Что очень важно Есть ультимейт У брича Под этот ультимейт Можно очень эффективно Заходить на бпленд Да там 3 опорника Но у ребят Из бонг Столько ресурсов Что выигрывать Можно без особых проблем Да ресурсы Конечно здесь Более чем достаточно Но все-таки Одного минуса Может не хватить Чтобы здесь Остановить атаку Нипов И Нипы Сейчас просто Вчетвером Будут щемиться На ковры Но конечно Как бы их там И не закидали Ультимейтами Здесь это может Сыграть с ним Очень злую жутку Потому что Есть лимстоун Есть сова Есть брич Которые хорошо Здесь могут Принять писать Есть уже телепорт Томны на боксы И надо чтобы Его не прошили Есть еще дэш У нас погибает Все-таки лакер Зиз дал им минус Крия конечно отвечает Ответным минусом По Зизу И промахивается У нас еще Сейв И сдает он Ультимейт Откидывается он еще Здесь уроном Будет откидывать флешки Феорос есть минус По бонгеру Крия также дает Минус по Исину И ситуация уже далеко Не самая радужная Для команды бонг Уже 2 в 2 Конечно Торон уравнял Немножко численность Своей Численность команды Оппонентов под свою Ставится у нас спайк И арон сейчас пройдет Прочекивает Но нет Хип не смог перестать Здесь арона Сейв откидывает Еще и стан Под позиционку Оппонента И надо здесь Уже просто дефьюзить Да Дефьюзится у нас спайк И команда бонг Наконец-то прерывает Свою череду поражений А почему Фирот дал Раздефьюзить У него же есть ультимейт Как это произошло Мне кажется Смысл этого отыгрыша От команды НИП Я подумал об этом Был в том что Фирот накопил ультимейт И он просто не даст Раздефьюзить Ни при каких обстоятельствах Он занял ту позицию С которой он мог Не дать раздефьюзить Он стоял на лонге Почему он не сдал ульту Я честно Не понял Я до последнего Ожидал что он нажмет кнопку Но мы видим То что видим Бонг забрали два раунда Да Но все таки Видимо Он понимал Что если он начнет Ультовать И пытаться как-то Выиграть время Под установку спайк Его запушит Второй оппонент Сейв есть Минус по лакеру уже Что очень и очень Неплохо Все таки Бонг Второй раз Подряд отвечает Уже хорошим Энтери фрагом По команде Нип И Здесь уже можно Конечно Нипам Наверное поменять Немного вектора Атаки Потому что Как мы видим У нас остановка По сайдам 3А2Б Фирос отправляет У нас развед Дроны Есть у него уже Информация по одному Из игроков И вот теперь Он сдает ультимейт Пытается выкурить Он оппонента Дает хит Но не дожимает Вторым Ясин минус по хипу Дает Также откидывается Хорошая хаешка Правда Креа Есть минус Фирос также дает Минус по бонг Ситуация уже 3 в 3 Правда Креа 9 хитпоинтов Ему надо играть Здесь очень сло Фирос минус по сейфу Также дается И уже 2 в 3 Но правда Все таки У нас по прежнему Игрок на ум Или команды Нип С 9 хитпоинтами Но он все таки Может сыграть свою роль Может здесь хорошо Принять своего оппонента И видел 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 кусочек Ну зачем так Рано начал стрелять Просто выдал всю свою позиционку Откидывали Молик Ему под ноги Откидывает он еще смоки И понимает Что надо ему здесь играть Очень-очень аккуратно Правда Есть информация Теперь о том Где находится здесь И только сейчас У нас ставится спайк Все это время У нас команда Не подыгрывали Нет Установлю у нас спайка Арон Также есть информация О том где находится Фирос есть минус по Арону И Зис Ситуация 1 в 3 Понимает Где находится один оппонент Креа Уходит глубже в шорт И надо ему здесь Очень аккуратно сыграть Зис На секунду просто по таймингам Отвернулся от оппонента И сейчас его просто могут принять Кроссфайером Есть выход Да Конечно от Кре Но Райм все-таки забирает Зиса И побеждает у нас команда НИП Еще раз Но все-таки конечно То что они отдали Предыдущий раунд Все-таки Они отыгрались Да Мне кажется Просто они решили Скорее отомстить За свою же ошибку Оппонентам Ну и у них удалось 6 раундов для НИПов Они уже абсолютно точно Не закончат На позиции отстающих Эту половину Однако Бонки сейчас должны делать Все для того Чтобы сравняться У них есть ультимейт Ультимейт возможно Не самый такой пробивной Но в любом случае Дающий информацию Что в тактических шутерах Невероятно важно Поэтому Сейчас с этой ультой От Сайфера Можно попытаться Что-то делать Ребятам из команды Бонк Лакер Пытается простреливать Своих оппонентов Прокидываются Смоки На шорт Пойнта Эй Однако пока что Ни с той Ни с другой стороны Нет каких-то Уверенных Агрессивных Мувов Но вот видно Видно что Ребята из команды НИП уже потихоньку Идут на сближение С оппонентами Понимают что Смоки Дают достаточный Для этого Спейс Но вот насколько Оправданно Продолжает заходить На Пойнт Эй Это большой вопрос Тем более Вся раскидка Уже закончилась Здесь Есин С шорти Посмотрим Удастся ли реализовать Вот уже Зиза Разбирают Сейчас Есин Продолжает пушить И отличный фраг От Есина Тем не менее Хип сразу же его трейдит Лакер Занимает неплохую позицию Дальше пушит В лампу Разбирается с Бонкером Живых два игрока Команды Бонк И Фирот Вместе с Лакером Просто Легчайшим образом Завершают этот раунд Для своей команды Семь Два Ведут Нипы Первую половину На карте Бинт И это Стопроцентная Доминация Да Нипы конечно Показали Очень и очень Уверенную игру В предыдущих Семи раундах Скажем так Которые они забрали И то Два раунда Которые они по своей суде Подарили Команде Бонк Это Не более чем Минорные ошибки От Нипов И Все таки Команде Бонк Надо подсобраться И за деф Добрать Оставшиеся раунды Этой половины Ибо Иначе Их ждет Просто настоящий Кошмар На второй половине Карты Что ж С другой стороны Кто знает Насколько Бонк Натренированы В атаке Насколько они В не уверены Хотя Насколько бы Они не были уверены Хотя бы 3 Хотя бы 4 раунда Для того чтобы Комбэкать Им нужно взять А время для этого есть Сейчас Бонк При лучшем раскладе Могут выйти в счет 7-5 Им на это нужно работать Тем более У них сейчас Отличные ресурсы Есть ультимейт Брима Есть ультимейт От рейс С ними можно Эффективно контролировать Узкие пространства И некоторые позиции На карте Бинт Особенно с ультимейтом От Брима Если ребята из команды Не пришат вдруг Перетянуться через ТП Их можно легко наказать Итак Сейв Отличный фраг по лакеру Однако Хип сразу же трейдит Но сейв Дальше Может убивать Почему-то промахивается Исин тем временем Врывается Отличным фрагом С ультимейта Дальше Отдается Неплохая шайтан машинка На контроль Мидлейна Спайк кстати говоря Выбили И просто тем количеством Раскидки Которые есть У команды Бонг Они не дают Этот спайк подобрать Сейв вовремя Посмотрел на бэклайн Забрал Фирота В живых осталось Три игрока Команды Нип И вот здесь Бонги Как будто взяли себя в руки Причем Очень таким уверенным способом Нипы Перетягиваются Но у них явно Не то положение С которого можно Уверенно забрать раунд Лакер на лоу хп Игрок на омане На лоу хп И сейчас дается Ультимейт от Брима Который просто Не дает поставить Спайк Зис Тем более еще и Лакера забирает Но Зис Даблкил В живых Последний игрок Команда Нип Зис ищет этот фраг Но Бонг Его находит И это седьмой Нет Почему? Господи Это третий выигранный раунд Для команды Бонг И надеюсь Что они нашли свою игру Ну все-таки Да Команда Бонг Здесь показали Очень и очень Уверенный раунд Даже Невероятно Уверенный раунд Можно даже так выразиться Но все-таки У Нипов Есть еще все шансы Закончить Эту половину Со счетом 9-3 И за защиту Просто У Нипов Будет огромное количество Шансов на ошибку А вот Бонг Надо будет отыгрывать За атаку Просто идеально Но как раз таки По итогам этого раунда Будет понятно С каким счетом Плюс-минус Будет закончена Данная половина Второй карты Но пока что Как мы видим Никаких агрессивных Телодвижений Ни от одной из команд Мы не видим Обе команды Играют крайне защитно Нипы начали понимать Что здесь Им агрессировать Вообще нельзя Потому что Нужно играть Крайне-крайне Саевого Ибо Обожглись Они в предыдущем Раунде А в команду Бонг И сейчас Как мы видим У нас Нипы Возможно посмотреть Тем временем Нипы Готовится заходить На аплент Через шорт На апленте Только два опорника И на самом деле Пуш может быть Очень эффективным Здесь уже сдает смог Чтобы как-то Замедлить этот пуш Но Здесь Когда Джет Юзает ультимейт И уже ничто не остановит И пик от Крия есть Да Но все-таки Конечно Крия здесь Хорошо распикал Зиза Хотя его тиммейт Не смог этого сделать 15 секунд на таймере Но спайк уже ставится И вот Бонг Сейчас будут ретейкать И Крия дает Второй минус В этом раунде И вот ретейк Уже 3 в 5 Это очень и очень тяжело Конечно Бонг Наверное Стоит здесь Просто уйти Хотя как мы видим У нас один игрок Отыгрывает через баню И ждут его там уже Ждет его И Хип Есть минус по арону Который пытался здесь поджать Тем временем На машине у нас находится Игрок Команды Бонг Есть минус по сейфу Который находился в бане Не проверили Есина Конечно Все-таки забирает Крия Но как-то не прочекал Хип Его позиционку Хотя вроде Даже было его и видно С его угла обзора Что же Действительно Сейчас Местами Не самые понятные моменты От команды Бонг Но тем не менее Восьмой уже раунд Для команды НИП Последний Перед сменой сторон Бонги должны За него цепляться Если У них все еще Есть какой-то туз В рукаве На Случай Игры За атакующую сторону То Для его реализации Потребуется Какой-то бэкграунд В виде выигранных раундов За оборону Это точно Ну и Все еще у Бонг Есть путем Это от Брича Тем временем Фирот просто разбирается Стремительным образом С сейфом Странно почему сейф выходил Так агрессивно пикать Потому что здесь Очевидно Если Ты ожидаешь Увидеть снайпера Оппонентов на мидлейне Преимущество будет У снайпера команды Атакующих Но Так или иначе Выключил Фирот Очень ценного игрока Это не просто Какой-то герой Это Брич с ультимейтом Тем временем Ясин разбирается с Крея Неплохая агрессивная игра На шорте Поинта Эй Здесь уже Равное положение По количеству живых игроков Есть у команд Райм Выходит с бани Но он один Некому будет его потрейдить Нужно синхронизироваться С тиммейтами Которые прямо сейчас Находятся на шорте Но вот Может не хватить На это времени В Райма Прямо сейчас Ясин на лоу хп Заходит И Райм Его за это наказывает Превосходный хэдшот Ребята из команды Неп тем временем С шорта Продолжают кушать На поинт Эй сдается ультимейт От совы Под этим ультимейтом Лакер Забирает Зиза Ребята показывают Превосходный тимплей И спайк должен быть поставлен Да Спайк здесь должен быть поставлен И опять Бонки Конечно здесь Немного неудачно Начали свою оборону Очень Они обожглись Свою Скажем так Не самую Слаженную игру И за это были наказаны Бонкер конечно Сейчас попытается Сделать парочку минусов Но получится ли Но Есть Арон Конечно здесь рядом Но они находятся вдвоем В одной позиционке Райм выходит У нас Ламп И дает минус По Арону И конечно здесь Райм дожимает Еще и Бонкера И Конечно здесь Нипы Прекрасно завершают Первую половину Свою пользу С разгромным счетом 9-3 И у команды Бонк Шансов на ошибку Становится все меньше И меньше Что ж Сейчас Прошу прощения Да что Задержался Сейчас Пистолетка Вторая В этой игре Интересно Конечно Как в ней себя Покажут ребята Из команды Бонк Потому что Мы видели Что пистолетки Довольно Неплохо играют Нипы Против этих Оппонентов Первую На этой карте Также забрали Они Ну и Здесь Эта пистолетка На самом деле Невероятно важна Для команды Бонк Они в меньшинстве Для того Чтобы начать Свой камбэк После смены Сторон А он еще Возможен Я твердо Убежден Что с трех Раундов Вполне реально Догонять Оппонентов Но для этого Обязательно Как мне кажется Нужно выигрывать Именно пистолетку Да В такой ситуации Пистолетку Добирать Просто Абсолютно Необходимо Ибо проигранная Пистолетка Это по сути Обязует вас Форсить Каждый раунд Чтобы хотя бы Какие-то шансы Иметь На победу И Этот форс Конечно может Более чем не окупиться И да Есть у нас уже Информация от Бонкера О том где находится Один игрок команды Нип На Б сайте И есть уже Минус у нас От Зиза По лакеру И это Очень и очень Хорошо Хорошо распикал Он с ковров Здесь оппонента И можно уже Наверное Как-то пытаться Выйти в Б сайт Хотя вот Перетянулся Еще один игрок Команды Нип На Б сайте И вот сейчас Можно даже Уже и поменять Вектор Потому что Заставили сделать Оппонентов Перетяжку И сами Могут спокойно Занять Асаде Находится Всего лишь Один игрок Ясен Ясен Довольно Довольно Быстрый Перетяж Как Сейш Но тем Временем Райм Отлично Работает На подходах К поинту Эй Просто Огнигилирует Оппонентов Ворон Конечно Его Расстрейдил Но Этого Явно Недостаточно Два Игрок А команды Бонд Остаются В живых 6 секунд На таймере И это Выигранный Раунд Для команды НИП Опять Пистолетку Забирает Полуфранцузский Коллектив 10-3 Доминация Продолжается Что тут сказать НИП Невероятно Уверенно Чувствуют себя На своем же Пике Да НИП Конечно На своем Пике Показывают Просто Невероятную Грусть Здесь Говорить Даже Не о чем И счет Довольно Разгромный Но Должен Заметить Что Было Видно Как у нас Команда Бонд Немножко Подрастерялась При выходе На ассайт Потому что Как мы видели Игрок на сайфере Не определился Кого он хотел Больше убить Реконболт Или сову Который запустил Реконболт Что собственно И стоило ему жизни Да Бывает Бывает такое Особенно в играх Такого уровня Когда Стремительно Меняются Обстоятельства Которым Ты должен Адаптироваться Иногда просто Майндлоки Иногда просто Ты не успеваешь Сообразить Что делать Кстати говоря Какая стремительная Атака от команды Бонд Сейчас Райм Уже ее наказывает 2 кила от Райма Опять он отлично Работает на поинте И его все еще Не наказали У него лоу хп И наконец-то Сейф Находит этот фраг Сейф кстати говоря Должен был забирать Спектр Райма Тем временем Лакер Отлично работает Зис Сразу же трейдит Фирота Но Лакер разбирает И его Сейчас выгодная Позиция у Лакера Не успел он Немного добить Игрока Который прыгнул В тп И сейчас Со спайком в руках На тычке Сейф Со спектром То сейф Скорее всего Не выживет Да Ну сейф Конечно здесь Патовая ситуация Да и в принципе Патовая ситуация На второй карте Для команды Бонг Потому что Нипы просто Они гилилируют На данной карте И Здесь пока что Говорить о каком-либо Камбэке Для команды Бонг Очень и очень тяжело Так как мы видим Что счет сейчас Будет 11-3 И два раунда Будут играть Всего лишь Нипов От победы На второй карте И До счета 1-1 И у Бонгов Здесь Шансы тают Просто с каждой секундой Два раза уже подряд Захлебнулась их атака И опять-таки Вот посыпались Ребята на Каких-то Таких вот ошибках Очень и очень странных Так Прошу прощения У меня почему-то Микрофон не сразу включился Абсолютно с тобой согласен Сейчас Ребята из команды Про Камбэк Ребята из команды Бонг С каждым раундом Все труднее и труднее Говорить И на самом деле Тебе не трудно Говорить про камбэк Пока идет первая половина Вот сколько бы раундов У команды не было Ты говоришь Да Мы не знаем Как они сыграют После смены сторон Да Впереди еще одна пистолетка То все Пятое и десятое Ребята еще имеют шанс Здесь Столько раундов Уже на фиде Бонг Своим оппонентам Уже проиграли Две пистолетки И на самом деле Складывается Такое впечатление Что им поможет Только чудо Только какой-то Вот без преувеличений В полном смысле Этого слова Невероятный камбэк Итак Лакер Занимает отличную позицию В бане Чекает оппонентов Не находит фраги А вот Фирот Тем временем На другом конце карты Уже делает Антрифраг Для своей команды И пока что Бонг Не изменяет Своему намерению Заходить на бэпленд Есть раскидка от сайфа Под флешкой Пытается дать фраги Не хватает Немного урона Чтобы забрать Фирот А вот Фирот Продолжает Откидываться Шоковой стрелой Вместе с Крия Пушат дальше Крия Отличный фраг По сайфу Сейчас Должен понимать Что там еще один оппонент Тем временем Дрон от Савы Большее количество информации Предоставит команде НИП Да и конечно Опять у нас Захлебнулась Атака Бонг Хотя Все еще есть У них шансы И да Зис подтверждает Мои слова Есть его Минус по Крие Ситуация 4 в 3 Но Далеко не самое приятное И расследователь По карте Далеко не самое лучшее И Лакер все-таки Дает минус по Бонг И ситуация 2 в 4 Становится Все-таки Здесь уже Комбэкнуть Невозможно В такой ситуации Бонг и проигрывают Свой оружейный раунд На следующий раунд У них Деньги вряд ли будут Конечно Вот еще Арону у нас Здесь нашли И Потеряли еще Так же Спайк Лакер дает Еще минус по Арону И остается У нас Один Единственный Игрок команды Бонг Подбирает Все-таки Он здесь Спайк Но к сожалению Вряд ли Это ему здесь Поможет Зис конечно Здесь вряд ли Сможет Вести ситуацию Один Четыре Ну да Еще Таймер Не будем забывать О времени Пять секунд У нас остается На таймере И будет просто Сэвить Фантом Чтобы попытаться Комбэкнуть Со счета Двенадцать Три Но конечно Девять раундов Подряд Забрать Это Фантастика Будет Ну Девять Матчпоинтов Я думаю Сейчас лучше Команде Бонг Вообще Об этой цифре Не думать О том Сколько Им нужно Идеальных Раундов Отыгрывать Просто Все что Они сейчас Могут Сделать Это Так сказать Do their best Просто Играть на полную Каждый раунд Не терять Самообладание Не думать о том Какой сейчас Счет А вот Думать о том Что я Прямо сейчас В данный Конкретный момент Могу сделать Для того Чтобы моя команда Получила Как можно Больше преимущества Итак Ребята из команды Бонг Готовятся Заходить на Аплент Вчетвером Пушат шорт И Здесь лакер На самом деле Может дать Очень много фрагов И фирот Дает энтри Лакер Тем временем Работает Но ему не удается Прострелить Есин И все-таки Есин Дает пик По этому опорнику Аплента Лакер Наконец-то Не сможет Приносить Вэли Команды Нип И вот Это реальная Заявочка На то Чтобы Занять Пойнтей Ребятам Из шведского Коллектива И так У фирота Очень неплохая Позиция С девятки Особенно Учитывая То что Он играет С оператором А вот Арон Еще и Разбирается С хипом И даже Несмотря на то Что фирот Вроде бы Контролирует Ситуацию Все равно Вне зоне Досягаемости Ребята Из команды Бонки Продолжают Убивать Его тиммейтов Райм Конечно Врывается Пайт Отличным Фрагом По Сайфу Но в живых Только два Игрока Команды Нип И у них Невероятно Мало Шансов Для того Чтобы Это Затащить Да Все-таки Не будем Забывать Об этом Дорогие Друзья Деньги У команды Нип Набай Еще Имеются Но Все-таки Должен Замечить Что Бонкам Надо Выиграть Еще 8 раундов Подряд И за Вот эти 8 раундов Даже Если Они будут Брать Раунд За Раундом Один Раз Они Могут Ошибиться Ну И Собственно Отправиться На Следующую Карту Ну Главное Чтобы Они Понимали Что Они Не И Главное Чтобы Они Как-то Ментально Были Настроены На То Чтобы Играть Уверенно Несмотря На Цифры Вверху Их Экранов Кстати Говоря Вот Сейчас Вроде Как Что-то Подобное Мы Видим Ребята Такую Спокойную Размеренную Атаку Как ни в чем Не бывало Показывают Без Спайка Прощупывают Оппонентов Ищут Возможности Для того Чтобы Дать Энтери Фраги Но Райм Вместе С Тиммейтом Вместе Скрея Отлично Принимают Брича Команды Бонг И Здесь Просто Невероятно Серьезная Потеря Для команды Бонг Они Опять Теряют Брича И опять С ультимейтом Да Все таки Ультимейт Брича Мог Хорошо Бы Открыть Здесь Любой Из Сайдов Но Теперь Этой Возможности Нет И Так сказать Можно Уже Наверное Говорить Здесь О том Что Нипы Имеют Более Чем Все Шансы Забрать Этот Раунд Свою Копилку И Как Мы Видим Бонг У нас Решают Углубоко Уйти В Не Скажем Так Не в Оборону Решают Перетяжку Сделать Под Ковры Либо Вообще Уйти На Асайд И как Мы Видим У нас На Асайде Игрок Команды Бонг Уже Довольно Глубоко Зашел И Может Сейчас Дать Информацию О том Что Асайд Клир И Тем Самым Развязав Руки Своей Команды Но Как Мы Видим Пока Что Команда Бонг Два Игрок Все Отыгрывают Под Б И Сейчас По Прежнему Один Опорник А Есть Унипов Рам Есть Минус По Естин 14 Секунд Остается На Тайбере А Рода Ходит Лакера И Понимает Команда Нип Что Это Будет Все Заход На А Сайт И Надо Им Сейчас Будет Просто Отдать Все Чтобы Забрать Но Успевает Успевает Поставиться Здесь Сайт Спай И Хорошие Шок-болты Были Откинуты Под Позицию Бонкера Но Все Таки Ситуация Здесь 2 В 4 Есть Информация О Райме Где Находится Один Из Оппонентов Два Оппонента Но Накалил Он Здесь Очень Очень Сильно Бонкера Бонкера Просто Красный 20 Хитпоинтов У него Примерно Остается Рекон Болт Он Кинул Но Моментально Ведуется Позицион Оба Игрока Команды Есть Минусы И Райм Забирает Бонкера Прекрасным Хэдшотом И Счет 13-4 Команда Нит Забирает Вторую Карту Свою Копилку Да Невероятная Игра От Нипов Не Ожидал Что То Что Это Их Карта Настолько Повлияет Настолько Повлияет На Исход Этого Матча Ну Этой Карты По крайней Мере И 1-1 Ребята Полуфинал Обещает Быть Невероятно Жарким Первую Карту Карту Хэйвен Забрала Команда Бонкс Довольно Серьезной Бойбой Со стороны Нипов А вот В то же Время Свой Пик Карту Бинт Нипы Забрали Просто Не щадя Оппонентов Они С самого Начала Поставили Ногу На горло Команде Бонк И не Убирали Ее До Самого Конца За Первую Половину Три раунда Взяли Бонки А за Вторую Только Один Да И все Таки Хотелось Быть Заметить Что Команда Нипы На своем Пике Отыгрывали Практически Без Ошибок Все Четыре Ошибки Они допустили Таких Глобальных То И отдали Раунды Соответственно Команде Бонк Но Остается У нас По-прежнему Еще одна Карта Которая И лишит Исход Данного Противостояния Непосредственно И вот На ней Как раз Таки Довольно Интересно Будет Посмотреть Как же Справится Команда Нип Потому что Нипы Показали Крайне Уверенный Старт И Наверное Даже По старту Команды Нипов Можно Будет Понять Как Задаться Для них Эта Карта Ну и Это будет Карта Асент Ребята Мы уже Не раз Говорили О том Насколько Непредсказуемой Может быть Эта Карта И То Что решаться Противостояние Нип И Бонг Будет Именно Здесь На Асент На самом деле Только больше Неоднозначности Вносит В данное Противостояние С другой Стороны Мы Знаем Насколько Важно Контролировать Мид На карте Асент В то же Время Мид На карте Асент Обычно Отдается Снайперам И Сочетая Эти два Фактора Мы вспоминаем О том Что у команды Нип Есть Лакер Который Невероятно Круто Отыгрывает Со снайперской Винтовкой И Если он Сможет Эффективно Себя Реализовывать На этих Позициях То Вполне Возможно Это Приведет Команду Нип К победе Но Опять же Асент Настолько Неоднозначная Карта Что Одного Этого Может быть Недостаточно И Здесь Если У команд Нет Заготовок Если Команды Не Тренировались Перед Этим Матчем К тому Чтобы Играть Асент Уверенно Вполне Возможно Они Не Могут Рассчитывать На Какие Стабильные Результаты Да Все Таки Асент Самая Непредсказуемая Карта Среди Всех Должен Заметить Здесь Слова Моего Многоложаемого Сокастера Более Чем Поровый Полностью И Поэтому Здесь Все Может Быть Крайне Неоднозначное Учитывая Что Мы Видели Противостояние Команды Джетун И Как Была Показана Первая Карта А первая Карта Я вам Напомню Это у нас Был Heaven Я просто Постоянно Путаю Heaven Сплит Простите Мне Мою Сильверскую Душу Вот Собственно Там Все было Тоже Крайне Однозначно И Непы Вроде Показали Уверенный Старт За вторую Половину Но Почему-то Продолжить Не смогли А Здесь Показали Уверенный Старт С самого Начала И Продолжили Всю Карту Играть В таком Темпе Что ж В любом Случае Я уверен Что Карта Будет Самой Главной Интересной Даже Несмотря На то Что Бинт Был Однокалиточным В любом Случа Мы Видели Много Ну Ладно Немного Не буду Преувеличивать Но Были Были Интересные Моменты Так как Команды Обе На достаточно Высоком Уровне Чтобы Порадовать Нас Зрелищностью А Да Все таки На бинде Были Моменты От Команды Бонг Собственно Могли Они там Показать Очень Достойную Игру Но Просто Нипы На Именно Бинде На Две Головы Выше Их Были Собственно И там Шансов Особо И не было Ну Надеемся Надеемся Что мы Уже Поскорее Перенесемся На следующую Карту Или Хотя бы Уйдем На заглушку А пока Ребята Я напоминаю Что Первый полуфинал У нас Выиграла Команда G2 Играли Они Против команды BBL Gaming Турецкий Коллектив И G2 Уже Ждут В финале Своих Оппонентов Получается Что G2 Уже Заработали Свои 3000 Долларов Гарантированно Так что Формально У нас Будет В финале Бой За 7000 Долларов А не за 10 Ну что Обе команды Уже Гарантированно С трешкой Остаются Ну в общем Ребята Большие После небольшой паузы Дорогие друзья Возвращаемся На трансляцию На трансляцию Конечно же Mandatory GG Cup Ну и Для вас Все еще Хеликс и Хиш Да Дорогие друзья Немножечко Неожиданно Нас застал Данный момент То что Я сидел Кушал Прошу прощения Глубочайшие свои извинения Приношу за это Кушать запрещено Уволен Уволен Хиш Запрещаем Кушать Вот она Трагедия В одном акте Вот так и лишаются Люди работы За Микрофоном Комментатора Собственно Ну и что ж Ситуация По игре Давайте обсудим Ситуация у нас Пока что 1-1 по картам Как мы можем Заметить Да Вот у нас Статистика По карте И как мы видим У нас Защита лидирует С Процентажем Побед 56 и 7 процентов Что на самом деле Очень и очень много Почти неприлично Я бы сказал Мы видели Что На других картах 52 Там Ну максимум До 53 Иногда доходит В какие-то моменты Поднимается Да Здесь На карте 56 процентов Пинрейт У обороны Действительно С самого начала Было понятно Что это Дефендед Сайт мапа В принципе Как и все остальные Но вот это В большей степени То количество Нычек Которые на них Есть Я кстати Помню Что и ты Примерно С ее выходом Говорил Одним из первых На моей памяти Об этом Ну в принципе Это более-менее Все заметили Сразу А по крайней мере Как только играть На ней начали Точно все Стало понятно Ну и С другой стороны В киберспорт В киберспорт Место неожиданностей Место непредсказуемое Если в пабе Даже на высоком уровне Даже на уровне Игры радиант Можно Действительно Полагаться На эту статистику То в киберспорте Все зависит От подготовленности Команд От подготовленности Команд К конкретной стороне На карте Конкретной карте И конкретным оппонентам Так что Здесь Неизвестно Какая команда Больше раундов Будет забирать В атаке Или в обороне Но опять же Как мы уже с тобой сказали Точно знаем Что карта Должна быть жаркой Да Карта будет Более чем жарко Все таки Противостояние У нас очень и очень Интересное Да и счет говорит о том Что команды Плюс-минус равны Счет у нас 1-1 Напомню вам Второй раз За наше включение С камерами Собственно Здесь Команды Могут показать Абсолютно Так непредсказуемую Игру Потому что Как мы уже видели При игре Команды И уже можно сказать Что три опорника Будет выступать На точке А Один на Б А вот Сайфер Видимо Останется контролировать Да Все таки Как мы видим Довольно интересная Расстановка Играют 1-1-3 По плантам Что конечно Не самая стандартная Расстановка Должен заметить Обычно играют Хотя бы 2-1-2 Но все таки 1-1-3 Это немного Не стандартный Сетап Для команды Обороны И как мы видим Отдает у нас команда Нип Мид целиком В руки оппонентов Но Глубоко Зайти за спину Не получится Там стоит растяжка Также есть у нас растяжка В шорт И как же в пятером Команда Бонг У нас щебится на шорт Да у нас сорвали растяжку Здесь проверили Позицию лакера Откидывается он с боками Бомбатрон запущен Под его позиционку Ломает он Бомбатрона Но Не смог уйти Он от Ясина Ясин Минус есть по лакеру Как видите У нас еще нетворк Проблем Игры И собственно Как мы видим Ситуация здесь Не самая лучшая Для команды Нип Есть правда Ответный минус От Крея по Ароду И конечно Уже занимает Команда Бонг Здесь позиционку На Асайте И команда Нип сейчас будет ретейкать Ой Погибает Крея Все таки Ясин дожала Ухаешка Не успела он уйти На ТП И здесь Нипам Будет очень и очень Тяжело ретейкать Хотя как мы видим У нас есть Два красных игрока Команды Бонг Это Зис С 20 хитпон Который взрывает Шок болтом Фиарос И собственно Еще у нас красный Игрок на Сейж Есть хороший минус От Сейфа Собственно И хорошая Хорошая стрельба Просто 3 хэдшота Буквально за 2 секунды Раздала команда Бонг И они забирают Пистолетный раунд На команде Что вообще редкость Наверное В этом Бест оф 3 Видеть То как Бонг Забирают пистолетку Что кстати говоря Радует И на самом деле Веет Веет равным противостоянием Итак Сейчас Нипы В очередной раз Вынуждены играть Эко Ну Надеемся на то Что Они На этом Эко раунде Опять же Вот много раз Об этом говорил Хочется видеть Обдуманные Эко раунды От команд Потому что Часто Ребята Идут в Эко раше Не придают Большого значения Раундам С не самыми Комфортными Девайсами Ну посмотрим Ну посмотрим как Нипы тут будут Отыгрывать Видно что Уже Неплохая Позиция Есть У Лакера Насколько я успел Заметить С шорти А это Хип Хип С шорти Стоит В перетяжке На аплент Через Мид И прямо сейчас Он будет принимать Огромное количество Оппонентов Но Исин Сразу же Туда смотрит Не дает Реализовать Свой девайс Хипу Исин Видит еще Одного оппонента Сейчас интересно Через Какое место Будут на аплент Заходить Ребята Из команды Бонг Ну тем не менее На апленте Все еще Три опорника Ребята из Нип Готовы принимать И сейчас Крия неплохо Воюет в двери Но все равно Не удается Дать ни одного Фрага Еще Два убийства Со стороны Бонг И в живых Только два Игрока Команды Не плакер Не смог Перестрелять Исина Даблкил В этом раунде Оформляет игрок На рейс Шведского коллектива Фирот Последний Ну и здесь Единственное Что он может Попытаться сделать Это Выбить Какой-нибудь Девайс В принципе Это возможно Оппоненты Будут перетягиваться Ну убегать Точнее От взрывающегося Спайка И здесь Фирот Попытается Дать этот фраг Да Фирот Попытается Сейчас хотя бы Выбить Парочку девайсов С оппонентов Вся команда Бонг у нас Уходит через Мейн Глубоко под свой Спаун Потому что понимает Что терять Им здесь Ни в коем случае Нельзя девайсом И Конечно Нипы в следующем раунде Ответят полноценной Оружейкой И смогут они Побороться Чтобы вернуть Преимущество Отданное в самом Начале И довольно странный Старт Все таки Статистика говорит Об одном А на деле Мы видим Совершенно другое Что все таки Бонг у нас Два раунда За атаку Берут именно подряд Ну и да У нас будет полноценная Оружейка И здесь конечно Нипы должны ее забирать Потому что как мы видим У нас два Бульдога Три Спектра У Бонгов А у Нипов Полноценный Турмовой Так сказать Раунд Четыре Фантома И один Вандал Что ж Ну и надеемся На то что Это все окупится Для команды Обороняющихся И так Сейчас видно Что ребята Из команды Бонг В большинстве Готовы заходить На Point B Через Бокс Кстати говоря Вот здесь Бонги не Пренебрегли Сейдж Что странно Обычно именно На Асэнте Предпочитают Играть без Сейдж Шведские коллективы В первую очередь На Асэнте Но вот Бонги понимают Что допустим На подходе К Б планту Подсадки от Сейдж Действительно могут дать Очень много Тем временем Хип не смог Поднять себя Интересно Сможет ли он Выйти из этой позиции Придется ломать стенку Лайкер Тем временем Уже с Ороном Разбирается Зис с Есином Минус три Делают на двоих И в живых Только два игрока Команды Нип Один из них Только подступается К Б планту Да Скорее уходит от него Немного неправильно Я расценил обстановку Ну и в целом Ребята сейчас Вынуждены Сейвить Свои девайсы Очень уверенный Пропуш от команды Бонг Ошибки от команды Нип Приводят к тому Что Это скорее всего Уже третий раунд Для шведов Да И все таки Как-то Бонг Здесь показывает Невероятно Уверенную игру Нипы как-то посыпались На свои оружейки И подарили три девайса Бонг И собственно Это невероятный буст По экономике И также Еще установленный Спайк Все таки Не просто перестреляли Конечно Надо сейчас Только подобрать Эти девайсы Как мы видим У нас Сейв до сих пор Играет с Бульдогом То здесь конечно У остальных Его тиммейтов Должны быть девайсы Которые они забрали У Нипов Тем временем Игроки команды Нип находятся у нас Под Асайдом Будут пытаться здесь Отигрывать Довольно смо Хотя Райм стоит Все таки готов Принимать подъем Подъем на рампу Но как мы видим Бонг играет здесь Крайне сейвову Потому что Не хотят они Отдавать ни в коем случае Свои раунды И 3-0 Как мы видим Уже по счету В пользу команды Бонг Нипы у нас С тремя девайсами И два игрока У нас видимо Будут просто С лайт арморами И классиками Надеются на то Что их тиммейты Выбьют девайсы Для них Хотя нет Как мы видим Кип у нас Делает бай с Бульдогом И Крея Видимо тоже Сейчас последует К примеру Своего тиммейта Будет какой-то У него бай Возможно армор Со спектром А можно также Лайт армор Вместе с Бульдогом Но собственно Уже об этом Мы непосредственно Не узнаем Разве что Только переключившись На Крея Нет Крея у нас Отыгрывает без закупов Но с полным армором Уже есть Немного собранная информация У нас для команды Нип Также спайк У нас команда Бонг Выбросила На подходом К Бэйну Ну все по классике Все по дефолтным стратегиям Со спайком рашить Это гиблое дело Лучше занять плент И потом Отправить одного игрока Вместе со спайком Уже и плент И как мы видим Пока что нет Ни одного еще минуса Только он Поджали Райм И вот все таки Как я Немножечко наговорил Ясин есть уже Энтри по Райму И Бонги Опять нашли Хороший энтри фраг Тем временем Пока что Команда Бонг У нас отступает С А сайта Стала сделать туда Перетяжку команды Нип И сейчас просто на ноге Будет врыв на Б Итак Опорник На самом деле Не то чтобы Нип Готовы сейчас Принимать агрессивную атаку Они очень большой упор Делают в оборону Пойнта Эй И это Может привести к тому Что Бонги станут Легкие раунды Забирать для себя Именно на Б планте И так Крия Уже дает раскидку Ребят из команды Бонг Это определенным образом Замедляет Но скорее Они просто ждали Пока их Способности Достигнут цели И Син с ультимейтом Находит фраг по Крия И в принципе Плент свободен Вот так вот Легким движением Курка Или что там У базуки Я не знаю В общем Забирают этот плент Под свой контроль Шведы Ретейкать Наверное Просто было бы Неразумно Хотя Что есть В руках у них Да Полностью более чем Неразумно Ситуация Три в пять А три в пять Ретейк Это по своей сути Просто невозможно Учитывая что Б плент был полностью Отдан под контроль Нипов Здесь даже Никакие подступы Не были Зачищены командой Под контроль Команды Бонг И Нипы Никак не проконтролили Один из способов Разве что Как мы видим Арон идет Искать своих оппонентов И примерно понимает Что ребята будут находиться Возле А Мейна И как мы видим Вся команда Нип в численности Трех человек Находится там Но ребята будут просто Савидеваться Как мы видим Деньги у них есть И возможно Раздропают На следующий раунд Но Бонг Очень и очень Уверенный старт 4-0 Что конечно Было далеко Не самым ожидаемым Результатом Итак Пока что Действительно Начало игры Складывается неплохо Для Бонг Но на подходе Пятый раунд К пятому раунду У Нипов 100% Опять появляется Закуп Как на третьем Но только на этот раз Они уже Побольше привыкли К стилю игры Оппонентов На данной карте Они знают Чего ожидать Как кидают Свои скиллки Ребята Какие позиции Занимают Как проводят Атаку И возможно Именно пятый Закупный раунд Станет началом Ну такого Камбэка Для команды Нип На самом деле Разница в 4 раунда Здесь еще рано Говорить о камбэке Но в рамках Первой четверти игры Вполне себе И вот Лакер Уже находит Отличный фраг С подстатки От своей Сейдж Тем временем У Сайфа еще нет Реса Поэтому И до Реса Кстати говоря Еще далеко Поэтому нивелировать Этот энтри фраг От оппонентов Не удастся Ребята из команды Бонг Сейчас Видимо Скорее готовятся Заходить под Аплент Это разумно По крайней мере Мы то с вами Видим что там Только два опорника А вот Большая часть команды Нип пока что Находится скорее Под Бплентом И так Игрок со спайком Пока что Все еще на стороне Меда Да Оман с Сайфером Работают Под поинтом Эй Но вот куда пойдет Спайк Все еще не очевидно Да Пока еще До сих пор Не слишком очевидно Куда Какой будет Вектор атаки В команды Бонг Все таки Одного игрока Они уже потеряли На миде И ситуация Здесь далеко Не самая очевидная Потому что Два игрока Команды Бонг Находятся у нас Под сайдом А Два под Б И Бонг Сейчас со спайком Надо им Не ошибиться И сменить Резко свой вектор атаки На Б сайд Потому что Втроем Сейчас просто С бэксайда Б плента Примут очень Очень легко И сейчас Из мейна Будут выходить Но как мы видим Есть уже Перетяжка От одного игрока Есть минус От Райма По Зизу На бэксайде Райм Также минус Еще по арону Он дает И просто Сейчас смогут Зайти на бэксайд Очень-очень просто Главное Не нашуметь Лишний раз И Фиарос Сейчас может Найти своих оппонентов И в спину Может сейчас Выйти забрать Устанавливающего спайк Да Есть минус По бонгкеру Ну и все Сейчас откиднет Он реконболт Соберет информацию Там где находится Последний оппонент И просто Перестреляет У Фиарос Прекрасно Сыграл он здесь В бэксайде И наконец-то Ниппы перерывает Свою Не самую лучшую Череду поражений Из четырех раундов И наконец-то Получают Первый раунд Свою копилку Но можем поздравить Команду Нипс Почином На этой карте Ну кто о чем Охеликса Своем Теория пятого раунда Работает Вот сколько раз Я не говорю Если Первые два Проигрывает команда Третий Закупный Не находит То к пятому Обычно собирается Особенно если Сильный коллектив И так и происходит Ребята опять же С максимально комфортным Закупом Уже адаптировались К оппонентам И закономерно Взяли себе раунд Вот кстати интересно Я пришел Ладно потом спрошу Есин пока что Намечается От него От его лица Экшен Или нет Тогда пока спрошу В общем я пришел Из дисциплины Которая не очень Похожа на валорант И есть ли такое В той дисциплине Откуда ты пришел Что к пятому раунду Команды часто Начинают забирать раунды Ну здесь все таки Теория есть Подобная То что после определенного Раунда Начинается камбэк Обычно все таки Это не именно Пятый раунд А в моей практике Это обычно седьмой Все таки Обычно команды Из той дисциплины Откуда я пришел Доводят до шестого раунда И потом начинают камбэкать Но это связано с тем Что там все таки Играют не МР-12 А играют МР-15 Поэтому там Могут позволить себе И после шестого раунда Начать камбэкать Но такая теория Имеет место быть Потому что К шестому В данном случае К пятому раунду Команды начинают Понимать По каким Стратам на данной карте Играют их оппоненты И могут уже Подстроиться Под Отыгровку Своих оппонентов И не начать Уже камбэкать Именно так Сейчас и произошло Нипы Дали Энтери В предыдущем раунде И смогли его Более чем Уверенно Забрать Итак Что же мы видим Пока по данной ситуации Ну Бонки сейчас будут Агрессивно залетать На сайт Конечно есть Смоки И в шарте У нас один Единственный Принимающий Оумен Который сейчас может Конечно навести Здесь шараху Но получится ли Вот это Очень-очень важный вопрос Не видят до сих пор Есть минус Открея по арону Открылся он Конечно Далеко не самым Так сказать Ожидаемым образом Разменял он Оппонента Который выходил Шорт И конечно Бонки уже поставили Плент Есть Здесь ситуация 4 в 4 И надо будет Ретейкать команди И дается у нас ультимейт Хип конечно Дали просвет по нему И сейчас выходит Хип довольно агрессивно Но проверили же Его информацию Ультимейтом совы И просто дропается вниз Не дошивает бонкера Буквально один хитпоинт У него остается Не один конечно опять Но это сути своей Не меняется И ситуация у него Один в один Но не перестрелял Крею Который прекрасно Отыграл опорником Асайда И Нипы забирают И второй раунд В свою копилку Но конечно Здесь игра была Просто за малым Что ж Действительно Сейчас Крея показывает Отличные результаты Кстати говоря У нас прямо сейчас Проходит опрос Кто же победит По вашему мнению Команда бонк Или команда нинжас И пиджамас Я думаю здесь Все далеко не очевидно Первая карта за бонк Вторая за ниб Здесь все тоже развивается Весьма по такому Равному сценарию Поэтому ребята Подумайте Прежде чем делать выбор Иначе может оказаться Что ваш предикт Будет неверным Хотя здесь на самом деле Любые предикты Могут оказаться неверными Что ж Замечательный раунд Для Нипов Крея в очередной раз Показывает Что его уровень Механического скилла И кстати Хладнокрови С которым он играет Действительно Придает его команде Серьезное преимущество В любом противостоянии Да Здесь собственно Говорить даже особо не о чем Ну и пока что Как мы видим У нас в седьмом раунде Нет особо никаких подвижек Не со стороны Из одной команды Разве что мы видим То что бонки уже Разведывают позиционку Оппонентов Под асайдом Есть минус У нас от Райма По ясину И это очень и очень Хороший старт для Нипов Хороший энтери сделан И здесь можно уже Как-то будет Нипам отыгрывать В большинстве Тем временем Вторая половина команды Бонк Находится у нас Под б сайт Сейчас только делают Перетяжки К остальному Своему коллективу И Райм пытается Собрать еще информацию Для своей команды Но пока Никого еще не увидел И вариация Не по Очень Вариация бонков Атаковать вчетвером Через амейль Мне кажется Сейчас может быть Здесь очень и очень Легко наказано Что ж С другой стороны Все зависит От конкретных моментов Занятых углов Перестрелок Кстати говоря Саев Еще и рессает Есина 5 в 5 Все еще Менее однозначным Оказывается Однако Унипов 4 ультимейта Ультимейт Савы Который Очень серьезно Может отзонить Терпанетов Тем временем Неплохая Попытка Прострелить От хипа Которая Однако Ни к чему Не приводит Все еще Ребята Продолжают В равном Положение Однако Время Работает На команду Атакующих Ведь Спайк Стоит Уже Относительно Давно Итак Под ультимейтом Готовится Врываться Лакер Лакер Пока что Отличный Врыв И Фир Отдает Два Превосходных Фрага С ультимейта Хип Включается Третьим Пиком Для команды Нинджас И Пиджамас Знают Где находятся Последние Игроки Команда Оппонентов Ребята Из Нип И можно Можно Делать Дефьюз Хип Это понимает Однако Пока что Не законтролили Последнего Игрока На сейдж Но у него Лоу хп Это должен быть Выигранный Раунд Для команды Нип И это Он и есть Но Фиарос Здесь конечно Навел Шороха Только в путь Последний Фраг Сделал Вообще Шорте И здесь Фиарос Просто выиграл Этот раунд Для своей команды Более чем легко Хип конечно Поставил Хорошую стенку И собственно Смог здесь Довольно легко Раздефьюзить И 3-4 Нипы конечно Возвращаются В игру Крайне уверенно И могут Добрать Оставшиеся раунды Первой половины Свою копилку Довольно легко Одно Как мы видим То что у команды Бонг сейчас Будет наконец-таки Оружейный раунд Но будет Семи-оружейный Потому что Бонгру дропнут Бульдог Ибо денег Особое нет Но сейчас Бонгру надо Забирать этот раунд Просто кровь Из носу Что ж Насколько На самом деле Интересный Интересный вопрос Насколько этот раунд Является решающим В любом случае Бонгру Лучше бы побеждать Здесь не поспоришь Кстати говоря У Нипов Нипы не так много ресурсов На прошлом раунде Потратили Лакер Какой отличный Ну не хатшот А шот По Зизу Дан И Энтри Опять для Нипов Мы знаем Что с этим У них особо проблем Нет Ракер Как его отлично Сейчас подловил Арон И я бы хотел Видеть этот флик От Арона Переводка вверх Была наверняка Просто невероятной И так Четыре на четыре Лакер Неожиданным образом Для команды Нип нафидил Однако Вот у Нипов Есть Сейдж У Сейдж Есть ультимейт Да Лакер арест Ну ли он Умер в довольно Сейвовой позиции Тем не менее Ребята из команды Бонг Все равно не изменяет Своему желанию Заходить на бэплэнт Именно через ту позицию В которой был сделан Фраг и по ним И от них Так сказать А вот Лакер Готов принимать Своих оппонентов В неплохой позиции Однако Если вовремя Здесь чекать И кракана джет Команды Нинджас И пиджамас У него могут быть Проблемы Да Лакера конечно Здесь могут принять Очень и очень Легко Но вот Лакер Конечно стоит В такой не самой Очевидной позиционке Он стоит в упоре И не контролит Выход из мейна И сейчас он может Здесь навести шороху Только в путь Откидывается клетка Не проверяя Эту позиционку Есть минус от Лакера И должен здесь Был на ноге Выйти пикнуть второго Но к сожалению Не получилось Ясин тем временем Он дает еще два фрага По типу и бонкру Тем временем Есть еще так же Ответы минуса 5 секунд У нас остается на таймере Спайк потерян Но это раунд Для команды Нинджас И пиджамс Что ж Сравнялись ребята Наконец-то Паритет установлен Но еще и фраг Есть от Сайфа Тем не менее Раунд за непами Тем временем Можно сказать Что у команды Бонк Сейчас преимущество По ультимейтам Это ультимейт от рейса Это ультимейт от совы Кнопочки Которые могут доставить Неприятности Команде Нип уж точно А вот Нипы Довольно много ресурсов За последние два раунда Отдали И в итоге Остались только С ультимативной От Сайфера Тем временем Распределение По карте Таково Что два игрока Команды Нип Довольно в агрессивную Оборону на поинте И будут играть И там много оппонентов Сейчас Лакер промахивается Потерял преимущество И да Нужно ориентироваться Разумное решение Но вот Крей оставался И наверное Это было не лучшим Решением Для Омана Команды Нинджас и Пиджамас Тем временем Энтри дан на поинте И разумно Бонг раздает туда Еще ресурс В виде ультимейта Можно забирать Еще оппонентов Но немножечко Не доводит он До игрока Команда обороняющихся И ребята Из Бонг Видимо Все таки оставляют Попытки заходить На Аплэнт Ну и собственно Пока что Минута у нас Остается на таймер Минута и 5 секунд Должно метить И Нипы остались В меньшинстве Но как мы видим У команды Бонг Есть еще время Совершить ротейт И попробовать Сойти на сайт Б Но ребята Решают дальше Щемиться на А Решают они сыграть Видимо 4 плюс 1 А равно У нас будет Ожидать поджима От оппонентов Через шорт Но здесь конечно Никакого поджима Не будет И Арон Также у нас Стоит в Довольно глубокой Защите И сейчас Хип здесь Очень-очень много Работы Может сделать Потому что Откидывать у нас Смог А но Стерочка Стоит при выходе В Амейн И дает у нас ТП Здесь очень-очень Агрессивная Олман команды Бонг И моментально Ему это ТП Отменяет Хип у нас Глубоко В защите И сейчас Может он Здесь навести Шороху Ищет его Оппонент Но не находит Ультимейт Был дал Никуда Много работы Спайк у нас Ставится Есть минус От хипа Дожимает Двоих Хип и здесь Можно уже Изретейкать Очень-очень легко Ситуация Три в четыре Стоит разве что Команде Нип у нас Немножко Расплитить Свои силы Потому что Щемится втроем И сейв Ой-ой-ой Ну как же так Двоих Одной пули Добирает И так же Делает Четвертый Фраг И Бонг Здесь делают Очень-очень Красивый Раунд Что ж Здесь Да Не поспоришь Бонги Показали Мастер-класс Игры В атаке На карте Ассент И сейчас Это выливается В то что У них есть Возможность Продолжать В комфортной Экономической Обстановке А вот Нипы Явно Будут страдать По закупу Или нет Нет Тем у кого Нет денег Нипы Имеет Возможность Закупить Девайсы Но вот Неужели Все в пять Винтовок Смогут Закупиться Ребята Из Французского Коллектива Сейчас Если честно Я этого не ожидал А лакер Отдал девайс Своему тиммейту Потому что Будет работать С ультимейт И у него Это получается Отличный Пик по бонкеру Дан Ребята Имеют реальные шансы С этим Этри фрагом Выигрывать Раунд Однако Этот пик Дан Очень глубоко В сайде Оппонентов Поэтому Сейчас Сейдж Команды Бонк Без особых Проблем Может Треснуть Бонкера И так Ессин Видит оппонента Атакующий И обороняющийся Ну А бонк Явно Сметены Явно Пока что Ждут Того Что сейдж Перетянется Возможно И резнет От этого игрока На сове Ну Здесь идеально Будет Да Если эту сейдж Перехватят Браво Нип Они Как будто Читают Оппонентов И сейчас Нужно Разобраться Еще и С айфером И в целом Атака команды Бонк Бонк 100% Захлебнется По крайней мере Пока что По типу Работают Сейчас у него Могут начаться Проблемы Но первый фраг Есть Здесь Сразу же Это трейдит Живых Два игрока Команды Бонк Против Троих В команде Нип Все еще Преимущество На стороне Обороняющихся Но Все меньше Шансов У обеих Команд Потому что У Нипов Закончил Свою тиммейт У Джет И сейчас Игрок Будет играть С не самым Выгодным Девайсом А у Бонков Просто Мало людей Да Здесь конечно Шестация Три в два Но Бонки Сейчас еще Могут Попробовать Здесь Забрать Это раунд Свою копилку Не проверили Здесь Свои силы И есть Минус Одзиза Покрия Проверяют Липозитскую Фиарот Фиароса И нет Не проверили Два прекрасных Хэдшота Он делает И добирает Этот раунд Свою Копилочку И счет У нас Останется 5-5 И должен Наметить То что Идут Очень И очень Равно Коллективы Здесь Говорить Даже Собственно И не о чем Пока что Не о чем Мы знаем С тобой Что равный Счет На первой Половине На самом деле Это плохой Знак Это Вполне Может Оказаться Однокалиточной Игрой После смены Ну Надеемся Надеемся Что нет 56% Винрейт На асенте У оборонной И именно В обороне Не поиграют На равных Прямо Тревожный Звоночек Я думаю Ребята Которые Сейчас болеют За них У них Нервишки Должны шалить Но В любом случае Опять же Это киберспорт Произойти может Все что угодно Итак У непов Есть ультимейт Совые сайферы Тем временем Бонки В прошлом раунде Так и не потратили Рес от сейдж Поэтому сейчас Этот ресурс Может серьезно Помочь ребятам В том Чтобы выиграть Преимущество На этом раунде Да Здесь конечно Есть все еще Шансы У обеих Коллективов Как я могу сказать И лакер Сейчас стоит в упоре Здесь может он На ноге Попытаться Распикать Критшот от зизы Есть Энтри для команды Бонк И можно уже Здесь как-то Отрабатывать На ассайт Есть два игрока В мейне Два щемится У нас Под шорт Крея распикивает Все таки зиза И ситуация у нас Уравнивается По количеству живых игроков Сейф сейчас может Конечно Здесь попытаться Распикать оппонента Но нет Не находят никого Сложили в высоком Подымает он зиза Есть минус От яссен Еще по крее И бонки Занимают ассайт Не смогли Здесь нефы Как-то очень-очень Уверенно его задефать И ситуация Неприятный Хип конечно Дает минус позитут Который выходил На грудь через смоки Типа конечно Здесь нас Настреливают По нему И ситуацию У нас 3 в 4 Фиароса закрывает Стенкой Врывается он Забирает он сейф Аарон разменит Свой тиммейт Максимально быстро Будет отдан Резурект По фиаросу И будет Он пытаться защитить Своего мейтана Но не получит Все таки Получается Ситуация 3 в 3 Но спайк поставлен Ясин Зажимает У нас здесь Райма Ставится Стеночка Откидывается Хорошая хаешка У нас от Ясина И Кип сейчас Должен как-то Пытается запрыгнуть Ясин Принимает Кроссфайром Своего оппонента И 1 в 3 Ситуация И как-то Непри Не очень уверена Здесь Дефу Это ассайд Тем не менее Шансы есть Конечно Время все еще Работает на атакующих Но вот Фирот Разбирается с бонкером Неплохая работа От совы Команды Нептем Не менее Понимает Что времени нет И Ясин Находит этот фрак Да Здесь конечно Арон все-таки погиб У нас от взрыва спайка Но не критично Деньги у команды Бонк есть еще на бай И собственно Ласт раунд У нас первой половины И будем надеяться Что Непри Хотя бы С равным счетом Смогут Здесь выйти С Первой половины И уже как-то Пытаться отыграть Здесь За атаку Более уверенно Но конечно Статистика Говорит об одном Но как мы видели Статистика Может тоже И врать Но как мы видим У Непов Здесь бай Очень и очень Слабенький У лакера Миксвелл стайл Он сейчас Баки будет играть Вот интересно Насколько он В Агрессивную джет Если вообще Будет играть В агрессивную джет Сможет Реализовать Такую стратегию А Пока что Выглядит так Как будто Бонки просто Не дадут ему Этого сделать Потому что Заходят на Бэплэнд И будут действовать Довольно далеко От большей части Команды Ник Да И как мы видим 4а Сейчас стратегия Семь-то Может просто Глубочайшим образом Не оправдать Райм Находится Просто с одним Шрифом И здесь Конечно Шансы На счет 6-6 Тает Просто На глазах И это Может быть Скорее всего 7-5 В пользу Команды Бонк По итогам Первой половины Но нет Команды Бонк Не решает Пока что Выти Агрессивно Под Сайт Разу Что Откидывается Она Напилками И сдается У нас Ультимейт Савы Ультимейт Савы Видимо Просто На разведке Запрыгивает У нас Есин Ультимейт К сожалению Да он был Никуда Прекрасно Кстати Булбак Аниманс При доставании Рекондротика И Зиз У нас Срывается Сейчас Попробует Занять Здесь Сайт Да Есть У нас Правда Ответный Минус От Зиза По Теорусу Который Разменял Ультимейт Сейв Также Настреляет Своего оппонента Райм Прекрасная Стрельба С Шрифа И все шансы Есть Сейчас У Нипов Забрать И последний Раунд Первой половины И так и происходит Крея и Райм Просто Раунд Их имени Здесь говорить Собственно Не о чем И счет 6-6 И будем Надеяться Нипы Смогут Продолжить Уверенно Играть За атаку Отличная Игра От Крея и Райма Действительно Но мы можем Посмотреть На разницу Во фрагах В команде Нип То есть Фирот Идет первым У него 14 И вдвое Меньше У Крея То есть Здесь Во многом Игра строится Вокруг Ну или Если не вокруг То просто Держится Вот этот успех Относительный Команды Нип В первой половине На Фироте А вот В команде Бонг Действительно Ребята Более-менее Равномерно У них Распределены Киллы По команде И каждый Вносит посильный Вклад Хотя Нельзя сказать Что у Нипов Есть какие-то Аутсайдеры Там тоже Отличную игру Показывает Так или иначе Каждый игрок И мы видим Красивые моменты Практически От любого Из представителей Данной пятерки Но тем временем Исин очень агрессивно Играет И отличный фраг По лакеру Какая игра С классиком Не ожидаешь Что с таким девайсом Настолько уверенно Можно отыграть Но Исин показывает Что при Прямых руках И должной реакции Это всегда возможно Да Здесь конечно Все таки Бонки сыграли Очень и очень Агрессивно Особенно Исин Собственно Ну и пока что Как мы видим Сейчас будут Они дальше Играть агрессивно Изиз Может сейчас Попробовать Здесь выйти И найти Своего оппонента И понимает Где у нас Находится Здесь райм Да Исин минус Дается Изиз Перестрелить Свою крея Но хип Все таки Забирает Изиза И ситуация Здесь Два в четыре Довольно Патывает Для команды Ниджерс На пижам Собственно Здесь Бонкер Находит еще Фраг по фиаросу И один в четыре Здесь конечно Вряд ли получится Что-либо сделать Разве что попытаться Поставить спайк Чтобы хотя бы Как-то бустануть Экономику своей команды Но можно поставить Стенку Нашуметь И на шифтах Хипу уйти на б сайт Поставить там спайк И возможно попытаться Как-то отыграть От ретейка Что ж Сейчас Да Хип Наверное Может как минимум Попытаться Выбить девайсы Подформить Немножечко денег Чтобы хотя бы Какой-то задел Экономический Был на следующий раунд Ну тем временем Видно что Исин вот-вот с ним Пересечется Исин должен понимать И видеть сейчас Хипа Пока что Немного его просадил Интересно Есть ли Хил у Хипа Еще испалился На просветке В общем да Все работает Против игрока На сейдж команды Нинджас И пиджамас И Арон Дает этот решающий фраг После смены сторон Первый раунд Забирают ребята Из команды Бонк И это плохие новости Для Нипов На самом-то деле Сейчас в равной степени Была важная пистолетка Для обеих команд Но в итоге Именно Бонки Получает это преимущество Выигранного Первого раунда После смены сторон И сейчас Ожидаемо будет Если они выйдут На 8-6 Однозначно Это был раунд За два Да Собственно Здесь конечно Бонки показали Очень и очень Уверенный Пистолетный раунд А все-таки Вот Нипов Конечно Как-то подрасслабились Мягко говоря Но Здесь сыгрался Фактор То что Есин играл Очень и очень Агрессивно За оборону Он под ХЕшку Вылетел В Амейн И пикнул оппонента И смотри Команда у нас Нипов Находится в пятером Сейчас На подходом К Амейну И сейчас Может здесь Есин Опять нафрагать И принимает Здесь уже Четверых Одним зажимом Ну как же так Откидывается взрыв Пакеты И не дожимает Здесь Хипа Ну как же так Ну вот Четыре фрага Дала Последние нет Ну как же так Ну еще тиммейт Вот здесь погиб Конечно Надо бы добирать У нас здесь Спектр себе Хип Ну и Конечно Ситуация здесь Один в три Просветили у нас Здесь позиционку И надо ему здесь Наверное Быть очень Ой Хороший шокболт Прям под ноги Хипу залетает И Конечно Успевает здесь Хип сломать Реконболт Чем не дать Свою позиционку Но и так Прекрасно понимает Команда Нип Где находится Команда Бонг Где находится Их оппонент Да И Сейчас Хипа опять Просто гнобят Своей раскидкой Ребята В очередной раз Как будто Играются с ним Знаешь На расстоянии Все Коцают Коцают Но Никак не выходит Чтобы добить Ну и в принципе Что в прошлом раунде Что в этом Хип последний И Может быть Хотя бы на этот раз Ему удастся Остаться при Девайсе В принципе Спектр Почему нет Почему не Отыграть Следующий раунд С ним Итак Если там что-то Что можно подобрать Видимо нет Ну и Это Восьмой раунд Для команды Бонг Вполне ожидаемо Но вот зачем Хип туда идет Попытка выбить Девайс Попытка как-то Перевернуть это В любом случае Неудачная Зис дает этот фраг По игроку команды Нинджас и Пиджамас И вот этого Я не понял У Хипа в руках Был спектр В Ну с другой стороны Зачем ему спектр Да тут Фуллбай у команды Нинджас и Пиджамас Разумеется Да это полный Закуп на Третий раунд После смены сторон И Хип решил Что просто Он Сольет этот спектр Дальше в любом случае Будет играть с Вандалом Разумно Разумно Но Насколько сейчас Этот фуллбай Оправдается Все-таки Ребята Почти под ноль Закупаются Им Очень критично Выигрывать этот раунд Против команды Бонг Сейчас Да Здесь конечно Был Достаточно Обоснован Вот этот мув Со спектром Потому что У Нипов Сейчас полноценная А у Ружейка А вот у Бонгов По прежнему Спектр и такой Самибай у них Но как мы видим Сейчас они Могут показать Прошу прощения За хрипоту Могут они показать В контактном бою Полноценную Игру И сейчас У нас Могут Нипы Забрать Наконец-таки Первый раунд Во второй половине Свою копилку Кстати смотри У нас закрыта дверь В Б сайт И Ситуация далеко Не самая приятная Но пока что Команда Бонг У нас Решила Перетянуться На А Сайт Вот как мы видим Они туда в четвером Перетягиваются Это правильное решение Потому что Нипы Всем составом Будут сейчас Шемиться на А И в четыре шор Один мейн Будут выходить Ну самое главное Чтоб это В итоге сыграло И так Есин Неплохо Пытается реализовать Свой ультимейт Тем не менее Сейчас довольно уже Довольно далеко Его оппоненты И явно Никто не подставится А вот Лакер Дает пик по Зизу Тем временем Бонгер пытается Прошивать клетку Ребята из команды Нип Заходят на Б-плент Полностью свободен И спать должен быть поставлен Хип еще и забирает Бонгер вместе с Лакером Уже аннигилирует Практически всю команду Оппонентов Есин Был последним Но к сожалению Крия делает Решающий фраг По шведскому Киберспортсмену И это седьмой раунд Для команды Нип И так У Нипов Два ультимейта Причем два наверное Самых ценных ультимейта Которые вообще могут быть В данном сетапе Это ультимейт у Хипа Рез и ультимейт у Джет Который Как мы видели Может позволить не закупаться А кстати говоря Да Лакер будет играть Ультимейтный раунд Так сказать Он закупил Своему тимейту девайс А Сам будет раскидывать Ножечки Ну и посмотрим Насколько это эффективно Удастся Сейчас игрок со спайком Встает под Б-плент Оставшаяся часть команды Нип Будет открываться Через А Туда дается Огромное количество Раскидки от команды Обороняющихся И это Заставляет ретироваться Назад Членов команды Нинджа с пиджамас Да Собственно Здесь конечно Ситуация сейчас Может очень-очень Резко измениться Потому что Бонки отдали Все-таки Полноценное оружие Кунипам Но сейчас Сами будут Играть с Девайсами И могут навести Очень-очень много Шороху Хотя Еще пока Не все однозначно Минута 0.5 У нас на таймере По-прежнему И Пока Особо Вектор атаки Команды Нип не определен Хотя Как мы видим У нас Ферос находится Вместе со спайком При выходе В Б-мейн И Стоит конечно Здесь Команде Нип уже наверное Пытаться продавить Мид Чтобы выкурить Там игрока На оумане Команды Бонк И занять Уже Б-плэнд В Пятером Но пока что Ничего этого Не происходит Мид пока что Далеко не прожат А на Б-сайде Уже находятся Три игрока Команды Бонк Что ж И лакер Сейчас С ультимейтом Будет Выбивать От игроков Команды Бонк По крайней мере Попытается Уж точно Бонк Слышит Слышит Передвижение От джет Ожидает Врыва От своего Оппонента И уже Дает Первый фраг По креатим Временем У арона Наверное Самая неприятная Из всех Позиций На Б-планте Оттуда Можно Очень Эффективно Разбирать Атакующихся Лакер Тоже В неприятной Позиции Сзади Оппоненты Спереди Бонк Разбирает Одного Но Лакер С фиротом Убивают Двоих Тем более Хип Еще и Реса И Трайма Безоговорочное Преимущество Сейчас На стороне Команды Нип И Прямо Сейчас Они В принципе Могут Довольно Эффективно Контролить Этот Б-плент Тем не менее В живых Три игрока Команды Бонк Один игрок С оператором Ретейкать Со снайперкой С одной стороны Сложно Но с другой Сторон Это Сейф И Сейф Умеет Убивать Пик По фироту Сейчас Сейф Ищет Еще Фраги Лакер Вместе С хипом Дают По одному Но Сейф Продолжает Аннигилировать И этого Все равно Недостаточно 8-8 Паритет В очередной Раз Установлен И Нипы В очередной Раз Заявляют О том Что Они Готовы Сражаться Команды Но Все Таки Результат Был Показан Более Чем Достойный И Собственно 8-8 У нас Счет Мы Видим На Табло Дорогие Друзья И Пока Что Как Мы Видим Будет Очень И Для Команды Бонг Да Есть Еще Минус От Хипа Двоих Он Забирает И Открывает Он По сути Б Сайт Где Остается Один Еще И И Сейчас Найдет Его Здесь Еще И Хип Также Лакер Еще Находит Фраг По Сейфу Ну И Раунд В Копилку Команды Нип Раз Что Может Попробовать Выявить Еще Парочку Девайсов Ну Миним Один Сейчас Может Может Контакт Принять У нас Здесь Но Нет Хип Добирает Его Прекрасным Хэдшотом И Ой Какой БМ Какой БМ Со стороны Хипа Никогда Так Не Делайте Как Сказал Виллу На Прошлой Трансляции Просто Залагал Контрол У него Ну Что Ты Зачем Так Сразу Это Не Не Делайте Так Дети Украдут Вас В Африку За Подобные А может И нет А может И нет Кто знает Так или иначе Нипы Наверное Сейчас И у них Есть повод Радоваться Скажем так Они Вышли Вперед На карте Ассент Тем временем Аарон В очередной раз Выступает Опорником Б плента Вдвоем Бонки Будут контролить Мидлейн Сейчас Под Поинт Б Скорее Встал Игрок На Омани Игрок На Сейдж Перетягивается На А Кстати Говоря Это разумное Решение Оставить Троих Игроков На А Потому что Вроде как Спайк Именно под Этот плент Сейчас Собирается Заходить И так Лакер Отличный Шот Вблизи Но Сейфа Уже Не Вывозит И так Дуэль Снайперов Выигрывает Игрок На Сейдж И сейчас Будет Рес Отличная Игра От Сейфа Впятером Готовы Продолжать Бонки И у Нипов Сейчас Начинаются Серьезные Проблемы Ну как Фулблайн Забирает Его Прострелом Есин И очень Очень Столожная Играет Команды Бонк Вот Этого Мы хотели Видеть Изначально И так Бонки Играли Предыдущие Два Раунда Не было Ни единого Шанса У Нипов Здесь Конечно Очень Очень Хорошо Сыграли Бонки Просто Как По Учебнику Кли Раунд Ну разве Что с потерей Всего лишь Одного Тиммейта Что ж И продолжается Отличная Игра Шведский Коллектив Не отстает От Мульти Национального Европейского Коллектива Разумеется Речь о том Что шведы Это Бонк А вот В команде Нип Появляется Ультимейт У Сейдж Отличный Ресурс Однако В атаке Его может быть Сложно реализовать С другой стороны Если вот Сейв сейчас Даст какой-нибудь Райний фраг То Нивелировать Этот Энтри Можно будет Весьма неплохо Лакер Неплохая позиция Которая дает Сложность перестрелять Своего оппонента На снайпере Крия тем временем Уже стремится Занять ту позицию На которой стоял Сейв Итак Просветка Вроде бы ничего не дала Тем не менее Ребята из команды Нип продолжают Собирать информацию Полетел дрон От бонкера Ответный дрон Просто как коршуна Они кружат Над Зигзагом Мидлейна Тем временем Сдается ультимейт От совы команды Нинджас и пиджамас Вроде бы пока что Ничего не приносит Но Тем не менее Заставляет Пошалить Нервишки Команде Бонк Да Все таки ситуация Здесь Конечно Есть еще шансы У команды Бонк Прекрасно Отдефать Свой Свои планты Но Шансы конечно Эти гаснут Здесь Скажу так С каждой секунды Но Нипы могут Сейчас абсолютно Спокойно залететь На б сайт Есть минус от арона Хорошо Разменивает крэйв Правда фиарос Здесь моментально Разменивается Мэйта Ясин Хорошо принимает Здесь райма И ситуация Здесь 3 в 3 И вот сейчас Нипы могут посыпаться Потому что Будут залетать Они на шарте Хип дает Резирект по крея И надо будет Сейчас хорошо Бонкеру Дать хотя бы Парочку фрагов Да хотя бы Один фраг Сейчас ему надо С оператора Но пока не подставляется У нас команда Нип Нет Не вовремя Отводит прицел Но бонкер Дает минус по крея Таймер конечно У нас уже красный Но ставится У нас уже спайк Ультимейт дается В никуда И Ясин Хорошо ультимейт Взрывает здесь Фиарос И ситуация у нас 3 в 2 Красный у нас конечно Здесь игрок На сове И Ясина Также немного Котс Здесь тем временем Дается минус По лакеру И ситуация у нас 3 в 1 Но ситуация конечно Здесь патовая Для команды Нип и бонки Нет хотя Хип Дает минус по Зизу Дает минус по Ясину И может закладчик Есть у него хил И ситуация Красный Красный Его оппонент Надо халдить Просто играть от времени Не надо сейчас пикать Понимаете Находится его оппонент И бонкер фейкует Но зачем Зачем Хип так подставляется Но мог забрать же Здесь этот раунд И просто дарит Раунд Команде Бонк И причем Даже если бы на время Поиграл просто Даже не убивать Бонкера Хотя у него 19 хп А просто поиграть На время Раскайтить его От этого угла Можно было бы выигрывать Ведь совсем немного Оставалось До взрыва спайка Когда он все-таки Был раздифьюжен Но тем не менее Раунд за бонками Итак Три осталось Поднажать Шведскому коллективу Они будут играть В полный бай Тем временем Нипы тоже В этом плане Не сильно отстают Но с другой стороны Сейчас Именно по ультимейтам Нипы в преимуществе Да Здесь конечно Сейчас Нипы могут Просто ультимейтами Сдавить своих оппонентов Есть у нас Ультимейт от Оумена Дается он глубоко В бэксайд Есть минус Азида по Крея И не прочекали позицию Бонкар Бонкар делает Даблкил И сейчас Просто уверенный Раунд для команды Нипы конечно Здесь постарались Хип и Фиарос Разменивают своих оппонентов Считается он становится 3 в 2 Конечно Откинув здесь Хаешчику Под позицию Фиароса И здесь Просто говорить Пока что еще О какой-то Победе Нет Резонно Есть минус По Фиаросу И ситуация 3 в 1 Конечно Хип может попытаться Здесь заклачить Но Вряд ли у него Это здесь получится Это конечно Да Решает он идти Все-таки на сейв На сейв Девайс И 11-9 Ведут Бонки Два раунда До победы В данном противостоянии Ну что ж Просто топим За команду Бонк Ребята Более чем Заслуживают Здесь Победу Хотя Конечно И Нипы Здесь тоже Очень и очень Хорошие результаты Но Все-таки И С детства За Бонк Скажем так Ребята На самом деле Если вы болеете За какую-то команду Действительно Пишите Поднимаем щиты За Нип Если болеем за Нип Если за Бонк Поднимаем щиты За Бонк Сейчас Ваша энергия Нужна командам Как никогда Они борются За выход В финал Где там уже Ждут Одну из этих команд Ребята Из G2 Ну и Пока что Нипы Выглядят Аутсайдерами Несмотря на то Что в целом Карта шла Более-менее На равных Вот последние Несколько раундов Бонки Очень уверенно Показали себя Итак Ребята из Нип Заходят через бокс Со спайком То есть Здесь даже Наверное Маловероятно Перетяжка На другой плент Есин Дает хаешку И хаешка Очень неприятная Выкуривает Джет Однако Найти фраги Все еще не удается Да Разве что Вытался здесь Есин Прострелом Накалить своего Оппонента Который находился В Б Мэйне Но не получилось К сожалению Не задел Разве что Взрыв Пакет Не самый плохой Кстати Был откинут Но если бы Оппоненты Были бы чуть ближе В Мэйне Здесь конечно Было бы очень хорошо И тем временем Сейв готов принимать В шарте Оппонентов Сейчас Будут заходить Втроем Нипы Минус Есть По райму Закрывает себя Стеночка Все сделает правильно Минус дал Отошел Сломали Правда Моментально Его стенку Стоит он Словый Под смоками Заходит Рановато Выстрелил И прострелом Его забирает Здесь Крейл Хороший Ходшот Бонкер Правда Отвечает Ответным минусом По Крейл Ситуация Здесь 4 в 3 И Нипам Надо конечно Здесь Отыграть Очень и очень Аккуратно Надо как-то Поставить Спайк И Арон Прекрасно Перенимает Хипа Триплкил Арон Ну как же Просто не считают Позиционку Нипы Как же так Вроде показали Очень и очень Уверенный старт Но здесь Просто Сыпятся Нипы Ну и Мне кажется Нипы Уже здесь Поплыли И шанс На камбэк У них Просто минимален Я думаю В любом случае Шанс это всегда Есть разница Вот казалось бы Да 12 раундов У Бонк И они В принципе Практически Уже забрали карту Но разница В раундах Не столь существенная Чтобы хоронить Нипов Они все еще Могут выводить На овертаймы С 9 раундов Это абсолютно реально И на самом деле Сейчас Самое главное Собраться Ребятам И продолжить Играть Найти свою игру И играть так Как они это делали Вот буквально Несколько раундов назад Когда совсем Не уступали Шведскому коллективу И так Нипы Очередной раз Заходят на Б-Плэнд Тем же составом По той же стратегии Сдается Смоук В то же место И в целом Все развивается По симметричному Прошлому раунду Сценарию Тем не менее Зис уже дает первый фраг Зис Доплкил Зис просто Анигилирует оппонентов Но есть Ресус Эдж команды Нип Однако Стенка не очень Аккуратная Поэтому Ее можно попытаться Обойти И дать пик По только что Реснувшимся Оппоненту Тем не менее Ребята из команды Бонг Этого не делают И это реальный шанс Для Нипов На то чтобы выигрывать 4 в 5 Вполне вероятный Вполне вероятна победа Команды Нинджа Сэм Пиджама Тем не менее Зис Еще и третий фраг Зис Минус 4 И в живых Остается последний игрок Команды Нип Сейчас слишком много Лежит на плечах У Райма Зис продолжает Пушить через Маки Если это будет Эйс То это просто Неприлично Нет Райм хотя бы Не отдаст Этот эйс И Райм продолжает Воевать Сдается ультимейт Точно знает позиции Оппонентов Однако Спайк под их контролем И вряд ли можно сделать Какой-то Сверх Эффективный мув Для игрока Команды Атакующих 20 секунд На таймере Его уже спалили Дротиком Бесует свой шот Игрок с оператором Райм Еще один фраг Райм не вывозит Этот Последний шот По Игроку Команды Бонг И это Выигранный Полуфинал Командой Бонг Нинжас И пиджамас Показали просто Невероятное Сопротивление Ребята Это отличный матч Это отличная Бест оф три И победителями в нем Стали Бонг Но здесь Я должен заметить Что Кому-то По шапке Точно надают За эту игру Явно всему Коллективу Непов И вот Сразу видно Что ребята После Девятого раунда Где-то так Очень и очень Сильно Поплыли Просто максимально Сильно Не чекают Дефолтные позиции Вот этот Выход На Последнего Игрока С оператора И С торчащим Плечом Это просто Ну что-то С чем-то Ну здесь Конечно Нипы Очень-очень Сильно Поплыли Говорить Даже особо И не о чем Но Бонги Более чем Заслужили Здесь победу А вот Сейчас Конечно Будут Головы Посыпаны Пеплом У команды Нипа Ну слушай Я на секундочку Поверил в Райма Райм по-моему Минус три Дал в конце Когда оставался В пятерых один И Странно Что Под стенку Не Даже попытался Реализовать Свой рез Хип Потому что В целом Вроде бы Контролировали Эту позицию Ребята из команды Нинджис и Пиджама Смогли попытаться Дальше Вернуть себе Хотя бы Численный паритет Но Видимо Растерялись Видимо Тильтанули Что-то Действительно Как будто Какой-то Тумблер Переключили У Нипов Там Последние Раунда Четыре И Они просто Продали Свою игру Это конечно Очень Неприятно И для них И для их фанатов Но с другой стороны Команда Бонг Абсолютно Заслужили Эту победу Действительно По механике Абсолютно точно Не уступали Своим оппонентам По каким-то Стратегиям Сложно судить Если честно Мне Тут наверное Ты лучше скажешь Да Я могу сказать Что Нипы По большей части Вывозили За счет Своей механики Сугубо То есть Игру они читали Довольно плохо Я могу заметить Все-таки Здесь Именно Бонги Сугубо Стратегически Их переигрывали Игру Они особо Именно Нипы Игру особо Не читали То есть Сугубо Механическими Навыками Нипы Себе и выигрывали Но как только Бонги Прочитали Игру своих Оппонентов Нипы И посыпались Ну да Здесь есть Вот этот момент Майндлока Когда последние Несколько раундов Нипов шли По одному сценарию И они Продолжали надеяться На то Что они будут Выигрывать дуэли Продолжали надеяться На то Что размены Будут в их пользу А размены Это зачастую Рандом Размены Это зачастую Надежда На какие-то вещи Которые Которые нельзя Которые нельзя Заготовить Вот В то же время Бонги Возможно В какой-то из раундов Остановились Подумали Так Наши оппоненты Действуют Так и так Мы в принципе Готовы на это Ответить И к сожалению Нипов Как будто Не хватило Способности К адаптации А Бонги Эту способность Как раз таки Показали Ну да Но здесь конечно Бонги показали Крайне уверенную Игру Хотя Нипа Изначально Ввели Со счетом 9-8 Но Не суть Но будем Наблюдать За противостоянием Завтра команд Бонг И G2 И нас ждет Невероятно Интересный Финал Все-таки Осмотреть За финалом Команд G2 И Нип Было бы не так Интересно А тут у нас G2 И команда Бонг Что конечно Уже добавляет Интереса В данном Противостоянии Просто Изначально Ну На самом деле Этот финал Будет уже Завтра Ребята Он кстати говоря Будет в формате Best of 5 Да Best of 5 И Если честно Я Не Не очень Представляю Как То есть Может я где-то Не дочитал Это в правилах Но с 4 Мя картами Best of 5 Без сетки Лузеров Это прямо Какой-то Изобретает Велосипед Ребята На самом деле Вот это положение С 4 Мя картами Вначале У нас WePlay Invitational Делали Швейцарку Такую На 8 команд Потом у нас Значит Best of 5 На 4 Карты Сейчас В Валоранте Все как-то Из-за Недостаточного Количества Карт Количества Команд Выходит Таким Ну Приходится Изобретать Велосипед Всем организаторам Турниров Ну Здесь Да Все-таки Пока не ведут Пятую карту Приходится Придумывать Какого рода Костыли Но Будем надеяться Что все-таки У нас Ждет Крайне Интересный Финал Завтра Ну Собственно Пока что Даже наверное Сказать Особо-то И нечего Ну Можно сказать Допустим Что ребята Спасибо Вам всем Большое Что Смотрели Нашу Сегодняшнюю Трансляцию Мы Для вас Старались Делать Как можно Более Крутой И качественный Контент Я думаю Как и Организаторы Этого турнира Mandatory GG Обязательно Заходите На их сайт Там много Гайдов Ранкинг Все-все Круто Будет интервью С виннерами Скорее всего Мы его наверное Просто оставим На английском языке Вам А пока что Предлагаем вам Подписаться На наш Твич канал На наш паблик Вконтакте Я вот дал Восклицательный знак Кастерс в чат Вы можете Следить за мной За хишем До этого Тоже была команда Чтобы вы Да Это именно он Вот Можете следить за нами Если вы перейдете Подпишитесь На мой паблик То это будет Самым лучшим вознаграждением Лично для меня Допустим Ну а Дорогие друзья Пока не перешли На интервью Твои впечатления Хиша От тех игр Которые ты в целом Вот сегодня увидела От сегодняшнего Игрового дня Ну в целом Сегодняшнего Игрового дня Конечно G2 Показали Невероятно Уверенную игру Здесь Говорить Даже особо Нечем Ребята Просто Победоносно Шли вперед Но учитывая Икстрик из побед Здесь даже Говорить особо Ты как будто Не менял дисциплину Знаешь Да Здесь конечно Ничего Особо Разнообразия Здесь нет Вот По второму Противостоянию Второе противостояние Показалось мне Намного более Интересным В принципе Были сыграны Три карты Целиком Что очень Очень неплохо Ни разу К сожалению Дополнительное время Не увидели Все-таки Дополнительное время Это дополнительный Накал страстей Каждая ошибка Имеет Огромный вес И в принципе За этим смотреть Очень и очень интересно А с ясеном Да Это очень интересно На самом деле Мы тоже Я уверен С хишем Его посмотрим Вместе с вами Вот Как-то Ну конечно Сурдопереводом Заниматься не могу К сожалению Я не могу В лаве переводить Прямо У нас К сожалению Вообще нет В команде Пока что Такого человека Либо он спит Скорее всего Поэтому Передаю ему Привет Но Неважно Поэтому Нам придется Просто с вами Его смотреть Но Интервью С этим игроком Явно Это интересно Потому что Команда Бонг Не такая Расхайпленная Не такая На слуху Как Некоторые Другие Из тех Что играют В этом турнире Тем не менее Они показывают Своих звезд И Наверное Их главной Самой яркой Звездой Да Ну вот И хотелось бы заметить То что Вот сейчас Команда Бонг Получит свою Невероятную Дозу Хайпа Потому что Когда Андердог Побеждает В противостоянии Где Они заведомо Были в проигрышной Позиции Это всегда Невероятный Хайп Независимо От дисциплины Независимо Ни от чего Если Андердог Побеждает Это Просто Невероятный Толчок В медийной Точке С медийной Точке зрения Для команды Здесь Сложно не согласиться Кстати говоря Вот к твоему Тезису про то Что НИП играли Сугубо на индивидуалке На самом деле Я вот тут Вспомнил Очень яркое Подтверждение Этого По ходу Текущего Бестуф 3 То Насколько уверенно Они забрали Свою карту Ну то есть Единственная Соответственно Карта На которой У них были Заготовки И которые Они могли Уверенно играть На которой У них там Были какие-то Стратегии Они на ней Просто Аннигилировали Другие карты Видимо К которым Они не так сильно Готовились Они играли На равных Либо Мы видим То что видим Они не Проходят Синал Да Ну первая Карта Была Плюс-минус Равна Все-таки Там мы Видели Более достойную Игру От НИПов Вторая Карта Однокалиточная Для НИПов Была А вот Третья Конечно Да НИПы Там Не читали Оппонентов Здесь Очень странные Были решения От некоторых Угроков Например При установленном Спайке Когда Ты остаешься Один в один У оппонента Оператор И он Вынужден Играть В контакте С тобой Потому что Ты стоишь В шорте Плэн Стоит Под шорт И Ты зачем-то Пикаешь А не играешь От времени Это конечно Я вообще Ну он же знал Что лоу хп У игрока С оператором То есть Там в любом Случай Более-менее Равные шансы И может Даже больше Было шансов Пикнуть У игрока Команды НИП Потому что Все-таки Оператор На клоусерн Дже Должен был Играть В зуме А игрок СНИП На игрока С 16 хп Должен был Выходить С винтовкой Другое дело Что Он не вывез Да И вот все-таки Возвращаемся Мы уже С интервью Ну и будем Его осмотреть Дорогие друзья Дорогой режиссер А будем ли мы При этом Говорить Или мы уже Попрощаемся Дорогие друзья Мы прощаемся С вами Сейчас мы Вместе с вами Уже за кадром Посмотрим Это интервью Спасибо всем Кто смотрел Наш канал Сегодня Мендатери Обязательно Возвращайтесь Да Дозатор Дорогие друзья Мы были Три Дорогой Он говорил Тренинг Он сказал Державил Это Три Дорогой Дорогой Это Три Я думал, что я. Я думаю, что ты тоже, но как команда в целом. Как вы чувствуете, когда вы получаете эту большую игру сегодняшнюю г-2? Потому что они были первые, и команда «Текил»… Да, я думаю, что мы уверены, мы действительно уверены. Мы получили хорошие результаты против них в Праге. Мы не знали, что они большие органы. И, честно, я думаю, что эта команда «Банк» — индивидуально и команда — это лучше. Я имею в виду «Зиз», «Аран» и «Мафа»… «Банк»! Они хорошие игроки. Я думаю, что мы будем в них уверены, честно. Окей, потому что вы уже начали несколько сложных игр, против НИП, и это привлекло много контентом из-за ваших chat, потому что они были рутом для вас, как вы. Как вы чувствуете, когда вы начали G2, с какой-то «Офф»-пиксы, которые вы сделали сегодня, и так далее? Или будет много разговариваться в мое время между вами? Wait, can I ask that one more time? Yeah, sure, no worries. It was just that apparently you made a few mistakes earlier against NIP. Yeah. And it's going to be kind of way more difficult against G2 because obviously you, you know, they're the one. I wouldn't say that. Honestly, I wouldn't say that. I mean, NIP are really good. And on Bind, they had us. They had us. They outshined us in multiple ways. Because to be fair, when they picked Bind, we kind of, we thought it was awful. Yeah. Yeah. And I thought we would win like 13-5 and then they stumped us. But they are two completely different teams. I'll be honest and say that. And I think the way we play, I hope so. I really hope it counters G2 better than it counters NIP. But at the same time, you know, it's a final. Anything can happen. Yeah. Okay. Okay. I have one more question. It's going to be a bit of an ego one. How does it feel to be beating NIP? Considering the whole situation. No, it feels good. It feels good. You know, we, like, we, obviously, me and Bunker, we, like, I was standing. He was actually signed. We were hoping to be, like, I was hoping to be signed. Then they kind of let us go. And obviously, it feels great to prove some people at NIP wrong. And I know that Bunker feels the same way. But I just want to, once again, I want to give a big shout-out to Saif, Aaron, Ziz, and Malcolm. For they are so good individually. They make me shine as a player. I even said it myself. Like, I can't play ranked anymore because I'm so dependent on having them behind my back. And I also want to give a big, big, big thanks to everyone supporting us. And obviously, to my wonderful girlfriend, Amanda, and my family. You know, it means the world. But hey, we got to win tomorrow. Yeah, you still have one more day, okay? Yeah, all right. All right. What time is it? Do you know? Do you mean tomorrow? Yeah. You don't know? No, I have no idea. All right. Okay, cool. All right. So you have your day off. Okay, that's fine. You have your morning. You have your afternoon. So you can do whatever, like, meditation, whatever you need to do. And it starts at 7 p.m. So be there early, though, because you're playing. Yeah. No, I got you. Oh, yeah. All right, all right. All right. Well, I mean, good luck for tomorrow. I mean, you seem to be in a great mindset anyway. So hopefully things will go great for you. And you might be the one defeating G2 for the first time now. So there you go. Yeah, I think we are. I think we have a good chance. All right, cool. All right. You go to sleep now because it's quite late. And good luck tomorrow. Thank you so much. See you. Bye. Appreciate it. All right. I mean, it's so nice. That's so cool. All right. So like I just said, G2 versus Bonk tomorrow is going to be your grand final. So it's going to be at 7 p.m. on that exact channel. Don't miss it. In the meantime, you have, you know, your whole day, your whole night sleep. That's fine. Do whatever you have to do. Drink a bit of water. We'll see you tomorrow. Thanks again so much for being here with us. We're having a grand time here. Thanks so much as well to Aorus and NVIDIA, our sponsors, and helping us with the event. And I'll see you tomorrow at 7 p.m. We'll see you tomorrow. Bye. 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 Продолжение следует...